Народное славянское радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июня 2016 года, понедельник По одному из старинных 16 дней, месяцев ветров, 7524 лета, четверик Начинаем мы наш живой эфир, который будет посвящен теме Методов фальсификации культуры и искусства, часть третья И проводить этот эфир будет, а я буду помогать, Фиденко Леониду Григорьевичу Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей! Вот у нас третья часть, это уже ко многому нас обязывает Надо поддержать уровень, тот высокий, на котором первые две части у нас прошли В этот раз о чем будем говорить? В этот раз мы поговорим о фальсификации Опять же, только поговорим о фальсификации истории, в том числе техники Затронем немножко технику, ну и в какой-то части науку Хорошо, с чего начнем? Начнем с того, что я небольшое опять такое вступление сделаю, да? Коротенькое И тогда начнем Хорошо, предоставляю микрофон Благодарю Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Сегодня мы будем говорить с вами, опять же, о фальсификации Это, как сказал Алексей, это у нас не первая передача, а уже третья И остановимся мы на вопросе фальсификации с точки зрения техники Науки и техники, истории Именно истории, науки и техники Вообще известно, что многие западные историки Никогда и ранее, и сейчас не останавливаются Перед прямой фальсификацией истории науки и техники И вот задача у них одна Скрыть и замолчать бесспорный приоритет русской науки во многих отраслях знаний И во все времена они не врезгивали никакими средствами Вот бывали случаи, когда иноземные ученые попросту присваивали русские открытия и изобретения Или часто делалось такой трюк Они делали небольшое совершенствование в изобретении русского ученого И выдавали это изобретение в целом как свое, оригинальное И таких примеров можно привести очень много Кроме того, систематически замалчивались открытия русских ученых Которые были сделаны задолго до аналогичных открытий на Западе И вот сейчас вы тоже знаете, что эта же тенденция продолжается Все, что российское, особенно в интернете, да, работают, тролли И создают у, значит, пользователей интернета, в частности Особенно у молодежи Впечатление, что Россия это отсталая страна Где живут ватники, ничему не способны и так далее То есть вот эта информационная война, которая идет уже на протяжении тысячи лет Она и продолжается сейчас И вот сейчас мы с вами отправимся так лет на пятьсот с лишним в прошлое Но опять же отправимся на Красную площадь Москвы И там есть собор Василия Блаженного Ведический храм Высший ведический храм Вот если у нас есть возможность То просьба Мы попытаемся показать Отдельные рисунки Рисунок первый, второй, третий Ну понятно, я просто хочу сразу прокомментировать Если удастся выложить эти фотографии в чат, то мы их увидим Но я думаю, собор Василия Блаженного Не представить себе просто невозможно Так что даже если не получится, то тут мы ничего не потеряем Но сейчас пока технически попытаемся это все выкладывать По поводу истории собора Василия Блаженного Известно, что он построен русскими зодчими Опять же, не архитекторами, а слово зодчий А нам же говорят, что все итальянцы строили в Москве Но слово зодчий-то в русском языке существовало давным-давно До того, как прибыли итальянцы в Россию И вот строили этот собор Василия Блаженного Постники Барма Два зодчих А вообще на Руси во все времена Людей в старину, которые Вот мне прислали, чтобы, говорят, получилось Да, я в чате увидел эти фотографии Все, они выложены Три фотографии Да, вот там первая фотография Это сам собор Василия Блаженного А две другие Это ведические Видите, символы Это в куполах Василия Блаженного Ну, надо, наверное, нашим радиослушателям пояснить А почему они ведические? Ну, собор Василия Блаженного Ну, церковь и церковь в русском стиле Ничего такого здесь сверхъестественного нет Ну, наверху там какие-то завитушки И что дальше? Причем есть ведическая Вот, наверное, такой вопрос возникнет у многих Значит, понял Значит, что это собор ведический Значит, это говорит о том, что он расписан солярными символами А церкви, большинство церквей, особенно современных Они расписаны совсем по-иному Вы знаете, да? Так вот, эти первые в куполах, что нарисовано Это солярный символ Вот И в одном куполе, и во втором А вот, если выставить еще, значит, следующую фотографию Четвертый номер, да? То вы увидите, там свастика А свастика, опять же, солярный символ Опять же, ведический солярный символ Единственное, там его пытаются сейчас Как бы затушевать Но она видна совершенно Значит, свастика имеет четыре конца Да, и на рисунке Вы можете видеть, что Там еще такие четыре кружка нарисованы Как бы Но это уже, как говорится, другой разговор А речь-то вот о чем идет Когда Когда, значит, строили вот эти все соборы Всех людей, которые строили соборы Значит, каменщики, кузнецы Там, значит, работники Летейщики, пушек, колоколов Строительство городов, укреплений Мостов, плотин и так далее Вот всех этих людей Которые, так сказать Сейчас мы причисляем Значит, назвали бы инженерами, да? В старые времена называли Размыслами И вот Историки трактуют это слово так Что Размысл Потом оно было переделано В слово Розмысл Вторую букву О сделали Они Говорят, что Розмысл Это Обязан Размыслить задачу Опять же Розмысл Размыслить задачу Со всех сторон Опираясь Не только на собственный опыт Но и на опыт Накопленного Его предшественники На свой ум Изобретательность Даже на мечту И фантазию То есть До появления Слова инженер Слово Размысл Правильно Не было ни в одном языке А вот Те люди Которые Зовутся сейчас инженерами В старину Например Англичан назывались Капитанами У французов Там Мэтрами У немцев Мейстерами А причем Связи здесь Никакой Эти слова Означали Типа Господин Хозяин Владелец А мейстер Например У немцев Просто речь Это просто Палач И вот уже Латинское слово Которое позднее Стало Международной основой Слово Инженер Означает Острый Изобретательный Ум А вот если мы Внимательно Подумаем То Слово Размысел Состоит Из двух Слогов Двух слов Извините Ра З Соединительная Буква И мысль Ра Это свет Мысль Это мысль И получается Светлая мысль Видите Как замечательно То есть Человек Который Имел Светлые мысли В дальнейшем Кстати Вы можете Найти Подтверждение Вот этой версии Моей Что Это так На самом деле Человека Который Хотят сказать О человеке Который Значит Какие-то Хорошие идеи Подает И прочее Называть Светлая голова Да Слышали такое Употребляют Такой термин В отношении К человеку Ну Светлая голова Светлый ум Да Светлая голова Светлый ум Вот светлый ум Это как раз Уже Ближе к инженеру То есть Острый Изобретатель ум И здесь Светлая голова А вот А здесь Светлая мысль А мысль Это и творит Все Так вот Построенный Бармо И постником Храм Остается До сих пор Истинным Шедевром Вот Шатровых Храмов Которые Как считают Значит Искусствоведы Там Архитекторы И этот Якобы Храм Укоренился В русской Архитектуре А вот Зодчий Размысел Архитектор Инженер В старину Сливались В одном лице И многое Что было Усвоено Как считают Они Значит Архитекторы И историки При постройке Храмов Применялось Для гражданских Сооружений Для укрепления С башнями Укреплений С башнями Ну и вообще Для всех Каменных строений Вот это Такой Подход У историков А Вот если мы Сейчас я Гляну Какой рисунок Попрошу Показать Покажите Пожалуйста Пятый Рисунок И шестой Вот на этих Рисунках Вы можете Увидеть Так называемые Голосники Это вот Такие Как Рисунки Вы видите Там На одном Рисунке Они внизу Плоские Как три Блина Да А это вообще Сосуды Пустотелые А горлышком Выходят Они Вовнутрь Значит Стены Так вот Об этих Сосудах Ну Мне вот тут Пишут Что пока Не удалось Показать Если он Появится Я прокомментирую Пожалуйста Алексей Если Появится Я прокомментирую На это не Отвлекайтесь Так вот Значит Голосники Это вот Керамические Сосуды Которые Включаются В кладку Стен Или Сводов И Они Открыты Как я сказал Круглым Ответствием Внутри Помещения И Значит Вот там На одной Из Фотографий Там Написано Описание Вот то Что я вам Сейчас говорю Да Они облегчали Конструкцию И усилили Акустический Резонанс Это вот Пояснение В этом На табличке В музее Ведь этот Покровский Собор Он Собор Василия Блаженного Он является Филиалом Государственного Исторического Музея И вот Если Почитать И поинтересоваться Акустикой Да Что пишут По этому поводу Строители Нынешние Специалисты Архитекторы Которые Проектируют Храмы Современные Строят То Вот например Один из Авторов Из Винницкого Национального Технологического Университета Украины Пишет Что Проблемы Возникают Сегодня При проектировании Храмов Остро Стоит вопрос Проектирования Акустики И проблема Состоит В невозможности Применения Отделочных Акустических Материалов И варьирование Геометрии То есть Акустиков Храмов Сейчас Делают С помощью Видите Варьирования Геометрии А как Варьировать Геометрии Когда уже Архитекторы Спроектировали А дальше Инженер Который Занимается Акустикой Пытается Что-то сделать И вот Зачастую Выполнены Даже специалистами Акустиками Дорогостоящие И математически Сложный Расчет Не приводит Корректным Результатом И требуется Установка Электроакустики Дополнительной И далее Автор пишет Это пишет Специалист Там Я не помню По-моему Кандидат Или доктор наук То есть Специалист Который Разбирается В этом деле При Большом Числе Расположенных Близко Друг к другу Вкладки Стены Или своде Голосников Вот этих Резонаторов Мы получаем Аналогичные Акустический Материал Который Эффективно Поглощает В требуемом Диапазоне Частот Какие Преимущества Такого Материала Это Используя Голосники Разных Размеров Можно достичь Поглощения В очень Широком Диапазоне Частот В том числе И низких Второе Преимущество Применение Является Традиционным И практически Не изменяет Интерьер Храма И третье Долговечность Голосников Вот этих Резонансов Резонаторов Равна Долговечности Основного Материала Стены То есть Вставили в стену Из кирпича И она Также будет Служить Как тот же Кирпич Вы представляете Это вот сейчас Пишут Современные Специалисты А оказывается Что Более 900 лет Тому назад Такой Проблемы С акустикой На Руси Не существовало Весьма Неплохое Техническое Решение Для диких Славян Которые Вылезли Недавно Из берлог И спастились С деревьев А это Решение Зодчины Руси Применяли Начиная С 12 Столетия Как пишут Архитекторы Современные И это Во всех Сохранившихся Памятник Архитектуры Представляете Какие у нас Дикие Предки Были Это Только на Территории Московии И еще 500 лет Тому назад Двое Зодчих Или один Они все время Спорят Историки Постники Барма Имели Великолепное Знание В архитектуре И строительстве И получается Не хуже Современных Инженеров Знали Сопромат Акустику К сведению Вот из истории Науки Известно Что лишь На рубеже 19-20 веков Важные работы По акустике Были выполнены Русским Физиком Теоретиком Умовым И он Он Тогда Трудился По-моему В Одесском Университете Он Вел Понятие Плотности Потока Энергии Для упругих Волн А считается Знали Знали Итальянский Арочные Итальянцев Туда Мы не знаем Что Туда Итальянцев Приглашали А Вот Например Храм Покрова На Нерли Тоже Известный Храм Фотографию К сожалению Я ее не подготовил И Значит Так вот Представьте себе Этот храм Был Возведен За одно Лето Ну Раньше Знаете Наши предки Измеряли Не год Год Говорили А лето И Как известно В 12 веке И Одно Лето Это был Срок Обычным В практике Строительства Подобного Сооружения Это не мои Выдумки Это пишут Профессиональные Архитекторы Почитайте Зодчество Книги Древней Руси И И И Прочее Есть очень много Интересных Иллизаторов На эту тему Так вот Если Это Было Обычным Делом То есть Такой Храм Как Значит Покрова На Нерли Это Очень Такой Красивый Считается Значит Тоже Жемчужиной Русского Зодчества Было Строительство Такого Соружения Было Обычным Делом Это значит Что за Много Лет Еще до 12 века Когда его Построили Должна быть И было Существовала Отработанная Технология Строительства Были Механизмы Инструменты Кадры Готовили Мастера Там Разных Рабочих Специальностей Плотники Резчики Каменщики И так далее То есть Говоря Современным Языком Прежде чем Что-то строить Правильно Надо подготовку Производства Провести То есть Оргазовать Подвоз Строительных Материалов Если нет Карьеров Там В местах Строительства Значит Там Завести Камень И там Песок И прочие Другие Строительные Материалы Дерево И так далее То есть Выражаясь Современным Языком Должна Существовать Индустрия Строительства И это Все Существовало Кстати И этому Есть подтверждение И в Скандинавских Сагах Русь Так и Называют Гордарик Страна Городов А вот Такой Источник Известный Как Баварский Географ Это Список Народов И союзов Племен Преимущественно Славянского Пресхождения Которые Населяли Где-то в Девятом Веке По-моему Области Восточнее Францкого Государства То есть Франция Вы представляете Где карты Находятся А все Что восточ Это в нашу Сторону Так вот Баварский Географ Сообщает О сотнях Городов Восточнославянских Княжеств Вот они Приводят Например У Бужан Таких народов Был 231 Город Град У Уличи 418 Я хочу Слово Ставить Я сбросил В чате Ссылку Целиком На папку Со всеми Фотографиями Чтобы наши Радиослушатели Могли скачать Себе И смотреть И вот То что Говорили мы Про покрова Нерли Вот как раз Я сбросил Еще и фотографию Этого храма Так что в чате Он виден Продолжайте Благодарю Алексей Теперь вот Нам как бы Станет полегче Да я буду Просто называть Тогда номер Рисунка И Значит Уважаемые Радиослушатели Просьба тогда Посмотреть Рисунок И вам будет легче Воспринимать То что я Говорю Так вот Вернемся Значит Мы говорили о том Что вот Множество городов Было Да У славян Вы наверное знаете Есть такой Известный Художник русский Илья Глазунов Да И вот он как-то Давал интервью И рассказывал Когда он был В Германии То Значит Беседуя с Археологи Там Историками Немецкими Он Значит Задавал вопрос Что вот Вы тут копаете А значит Славянское Находите А ему Отвечают Что Понимаете Еще Когда Илья Глазунов Давал интервью Я помню Он сказал Еще с таким Как бы Недовольством Немецкий Археолог Ответил Здесь Все Дамагмы Славянское Но Ваших Историков Это не Интересует То есть Берут Откапывают Находят Какие-то Артефакты И закапывают Вот таким Образом И фальсифицируют Историю А теперь Я Попрошу Показать Сейчас Секунду Рисунок Под номером 7 Античную Карту Европы Уважаемые Радиослушатели Если вы Открыли Этот Рисунок То увидите Античную Карту Европы Это Карта Известного Картографа Артелиуса И Относится Она К 1595 Году Это По нынешней Трактовке Это средние века Артелиус Это очень известный Картограф Средних веков И Его Современная Историография Она чтит И Считает Что все его Карты Достоверны Здесь Отрицать Ничего Не получится Так вот На этой карте Мне тут написали Что Получилось Можно Видеть Эту карту Вы видите Что Здесь Изображена Античная Европа Артелиус И вот Все Выделено Желтым С правой Стороны Где Значит Зеленое Вкрапление Есть А потом Желтый Цвет Разделяется На границе Римской империи Где-то И франция Западная Справа Приложили Массивы Смысл Девятый Скифия Увеличил И на этих Фотографиях Черно-белых Вы можете Видеть Что В чем Фальсификация Состоит Где слово Скифия Надпись Да После того Как сделал Рисунок Черно-белым Все Вот эти Зелененькие Деревья Превратились В здание Если вы Увеличите Этот рисунок Просто Увеличить Вы увидите Что там Нарисованы Здания А фальсификаторы Это то есть То о чем мы говорили С вами Что Огромное количество Городов Существовало На территории Этой Огромной Страны Которая Называлась Ведическая Славяно-арийская Империя Наша с вами Родина Я Алексей послал На часы Если Давайте сделаем так Если нужна будет Музыкальная пауза Вам Для того чтобы отдохнуть Вы скажите Если нет Тогда мы продолжаем Тогда мы продолжаем Просто я не хочу Прерывать Интересного рассказа Что времени тратить А потом Когда нужно будет Водички попить Или отойти куда-то То мы музыкальную паузу Заключим Хорошо Значит Вот Вы сейчас смотрите Как раз на этот рисунок И видите Что там нет никаких деревьев Там совершенно треугольных Какие-то сооружения Дома И То же самое На Втором рисунке Который под номером Девять Там Видите Сарматия дальше Сар-слова И матья Не попала Просто В этот кадр И здесь Это Вот это Где сарматия написано Это русский север Наше поморье И здесь тоже Видите Куча Так называемых деревьев Превратились Фальсификаторы Превратились в города Вот так Фальсификаторы Извращают Нашу историю Вот такими методами Они пользуются Так вот Вернемся к этой карте Которая называется Античная карта Европы Артеллиса 1595 года На этой карте Нет никакой Римской империи А показаны Только Отколовшиеся Бывшие провинции Славяно-Рийской Ведической империи Это Какие Самые первые Откололись Британия Великобритания Британика Испания И Португалия И Галия Франция И Италия Вот что Первое Откололось От Ведической империи А вот Если на этой Карте Посмотреть Греции Вообще Практически Греции Нет Там Греция На этой карте Знаете Что написано Южная часть Небольшая Часть Вот Этальянского Сапога Если взять Италию Да С каблуком Так вот Носок Этого Сапога Извините За такое сравнение Да Это и есть Написано Там написано Греция Ну там же Остров Сицилия Должен быть Да Рядом С островом Сицилия А там Написано Греция И вот На этой карте Присутствуют Города И Область Одна Ну К сожалению Чтобы эти Города Значит Прочитать И Прочитать Название Этих Городов И область Это Надо Вам Очень Хорошее Разрешение Этой Карты Получить И тогда Вы Прочтете Так вот Эти Города Называются Эпидаурус И Эпирус Сейчас Я Вам Назову Вот Откройте Пожалуйста Уважаемые Радиослушатели Рисунок Номер Десять Это Карта Меркатора И Значит Это Карта Из Атласа Меркатора 1610 года И Вот На ней Как раз Мы тоже Видим Фальсификацию Вот Сейчас Мы Об этой Фальсификации Немножко Подробнее Переговорим Сейчас Я Рисуночек Посмотрю Так Значит Вот На этой Карте Греция Нашел Эту Карту И Из Атласа Меркатора Вот Если Минематерно Смотреть Мы Видим Три Города Эпидаурус Они Как раз Расположены По Если У вас Появилось Изображение То вы Увидите Что Эти Города Они На побережье Нынешнего Адриатического Моря Это Вот Побережье В тех Местах Где Сейчас Расположены Бывшие Территории Значит Югославии Хорватия Нынешняя Черногория Албания И вот Там Значит Можно Обнаружить Три Города Два Города Эпидаурус Это Значит В районе Как раз Где Я Сказал Хорватия И вот В одном Из Эпидаурусов Я был Это Современное Название Эпидауруса Город Небольшой Город Цафтат Он Расположен В Хорватии В 16 Километрах От Города Дубровника Кстати Город Дубровник Это тоже Хорватский Город А раньше Он назывался Знаете Как Ра Гуза Или Гуса Опять же Видите Славянское Название В этом Городе В этом городе В Рагусе И Если кто-то Интересовался Жил Арбини Известный Историк Который Написал Интересную Очень Книгу О славянах И Где он Доказал Что Вся Европа Была Славянской Ранее Так вот Вернемся К Эпидаурусу А вот Это Значит Два Эпидауруса Да Еще одна Область Там Называется Эпирус И Третий Эпидаурус Это Древний Город На территории Греции На северо-восточном Побережье Пелопонеса Полуостров В Греции Современный И Там Вот Находится Храм Асклепия В этом Эпидаурусе Бога Значит Греческого Бога Медицины А в соответствии С греческой Мифологией Этот Асклепий Бог Греческой Медицины Обучался Искусству Исцеления У мудрого Кентавра Которого Звали Херон Который Обучал Также Ахилла И Геракла Ну вот Я фотографию К сожалению Не могу Вам привести Этого Статуя Асклепия Она есть Это значит Бородатый И с длинными волосами Крепкий Мужчина Статуя Славянской Внешности Ну а кентавров Вы Видели И знаете Это Значит Человеческие Туловище И лошади Извините Туловище Лошади А вместо головы Человеческий Торс Так вот Сейчас я вам процитирую Интереснейшую Информацию Из Книги Николая Левашова Значит Зеркало Моей души О кентаврах Вот что он пишет Мало кто знает Что Воины На уровне Витязи Общались Своим Боевым Другом Конем Телепатически Лошадь Очень умное Животное И если Человек Становится Другом То более Преданного Существа Трудно Себе Представить Во время Боя Только Полное Единство Своеобразный Симбиоз Между Человеком И лошадью Позволяет Действовать Необъемчайно Слаженно Без той Жестокости С которой Это делалось Сейчас И происходило Чудо Человек И лошадь Становились Как бы Одним Существом Когда Быстрота И сила Лошади Становилась Продолжением Человека При таком Единстве У человека Оказывались Свободны Обе руки А конь Немедленно Реагировал С радостью На мысленную Просьбу Приказ Своего Хозяина И такой Воин Становился Практически Неуязвимым А если К этому Добавлялось Еще владение Боевой Магией И виртуозное Владение Булатными Мечами Можно только Представить себе Что испытывали Вороги Столкнувшись С такими Войнами И рождались Потом Легенды О сказочных Существах Кентаврах Кентавры Это Мифические Существа Так называемой Древнегреческой Мифологии На самом Деле Кентавры Не были Мифическими Существами А были Самыми Что ни на есть Обычными Людьми Ну Может быть Не совсем Обычными Если они Могли Общаться Телепатически С животными Владели Боевой Магией Но тем Не менее Людьми Просто Племена Изгоев Которые Забыли Свои Корни И потеряли Родовую Память И жили Вокруг Средиземного Моря Не знали Лошадей А Южную Веть Врусов Которые Заселяли Современный Крымский Полуостров Которые Сами Себя Называли Мы Люди Князя Скифа Или Просто Скифами Этих Люди Называли Таврами В соответствии С их Собственным Названием Этого Полуострова Таврида Именно По этой Причине Конный Русский Скиф Превратился У них В Конного Тавра Кентавра Так что Далеко Не всегда Мифы И легенды Являются Выдумкой И след Из этого Что получается Что следует Что Так называемый Бог Асклепий Греческий Обучался Искусству Исцеления У мудрого Херона Руса Скифа Воина На уровне Витязя Который Владел Боевой Магией И телепатией И был Никаким Не мифическим Существом А человеком Вот какие Интересные Вещи Проясняются А теперь То есть Получается До этого Скифия Была Достаточно Большой Как мы Уже Выяснили Это Европейская Часть Это Юг Европы И так Далее До самой Фактически Нынешней Франции Ну да Я говорю Вот так И Запад И Юг Европы Вот так Вот это Франция Видимо Разделительная Была такая Граница То есть Это подтверждает Ту теорию Которую В свое время И кто-то Высказывал Я тоже Высказывал О том Что Скифы Это были Пограничные Войска Которые В свое время Охраняли От набегов Вот нашу Огромнейшую Державу Называем Когда-то Разными Именами Кто-то Называет Рассейник Кто-то Асия Кто-то Тартария Ну в разные Времена Называлось Естественно Для того Чтобы сохранять Такую Большую Державу В неприкосновенности Вот Гордарику Необходимо Было Иметь Пограничные Войска Которые Могли Включать Богатырские Заставы Могли Включать Скифские Разъезды Скифские Ополчения Скифские Войска Сарматские И так Далее Потому что И всем Понятно Что на разных Картах Даже Названия Одних Тех Городов По-разному Называются А уж Что тут Говорить Про иностранные Какие-то Военные Образования Или вообще Про Разные Страны Поэтому Кто-то Называет Скифы Кто-то Саки Кто-то Сарматы Кому Как там В голову Пришло Какому-то Историку Тот Картограф Так и Называли Так Получается Что это Военизированные Наши Казачьи Подразделения Сейчас Граничные Казачьи Подразделения Боевые Которые Жили По границе Как сейчас Живут Казаки Которые Это сословие Которое Свободное От труда От войны Время От сборов Занималось Сельским Хозяйством И при этом Охраняли Границу И в случае Каких-то Военных действий Быстро Мобилизировались И выходили Как заслон И сражались С ворогами Вот получается Так Ну Здесь я с вами И соглашусь И не соглашусь Дело в том Что это и так И И Немножко Не так Дело в том Что существует К сожалению Я сейчас Не готов Есть цитата Из древних По-моему Из Вилесовой книги Да И Там четко написано Я Оно у меня есть Ну Это Чтобы не задерживать Радиослушателей Уважаемых Я просто так По смыслу расскажу Там пишется такое Когда Наши предки Уходили Числом Допустим 5-10 тысяч Воевать Как вы правильно Алексей Сейчас сказали Да То Они принимали Название Своего Лидера Ну там Воеводы Или еще кого-то Воеводы Ханы Вождя И вот Был Скиф Значит Принимали Имя Скифа Был Там Значит Хорват Становились Хорватами Был Этот Чех Становились Чехами И так далее Вот так И Появилась Куча Это как раз Самоназвание Самих Славян Я понял Я просто Про другое говорю Я не говорил Сейчас не разбирал Происхождение Названий Как бы я так просто Ну Мимоходно сказал А я упомянул о том Что были воинские Подразделения Живущие по границе Которые Которые Могли называться В разных источниках По разному Вот на что я сделал акцент Где-то Скиф Где-то Саки Где-то Савады Но по сути Но по сути Но по сути Это вот как раз Казачьи Вот эти вот Поселения Которые В сегодняшнем Называются Пограничные То есть Порубежные войска Это Ваше подтверждение Чуть-чуть позже Я приведу Конкретные Подтверждения Ваших слов А теперь вот Коснемся Латинских названий Вот этих Областей О которых я сказал Эпидаурс Три города Эпидаурс И область Эперус То есть Вот Если посмотрите Другие карты Да Старые А такие Много У того же Меркатора Который тоже Известный Этот картограф И Атласов У него Целых Два Существует 1595 1610 Года Так вот Там Есть еще На некоторых Картах По нескольку Неаполей Неаполис То есть Что такое Неаполис Это С латыни Это будет Новый город То есть Наши Предки Как приходили Завоевывали Какую-то территорию Лес Свобождали ее И строили город Называли его Новый город Да А потом Со временем Он Приобретал Другое название Леонид Григорьевич Еще Еще Сейчас Пока Не сказали Дальше Еще Одна версия Когда я Тоже Интересовательным Вопросом Я стал изучать Ну как говорят Рим Древний Наше Все Да Оттуда Все Это Вышло И так Далее Я стал смотреть Какие же там Названия На римском Сапожке Присутствуют И естественно Учитывая то Что там были Итрусские А итрусские Все таки Так или иначе Они каким-то образом С нашими предками Были связаны Как минимум Да Так вот Очень мягко Я это говорю То я обратил Внимание Что там Существуют Названия Которые Ну очень Пересекаются С нашими Славянскими Названиями И вот в частности Там есть такое Поселение Не гора Под гора Я стал смотреть А что рядом А рядом гора находится Вот Неаполь То есть не поле Я смотрю А где находится Неаполь Так он находится На берегу моря На горе А дальше идет поле За ним То есть не на поле Он находится Он находится на горе И поэтому Когда вот эти вот Друзья греки И римляне Брали наше название Они не понимали Происхождение Просто ну город И город Построенный Построенный Поэтому вот Как раз полис Вот эти все Вот они стали называть То что в поле находилось Ну судя по всему Да И где были какие-то ограждения Поэтому они могли взять Непонятные им слова По-своему их трансформировать И у них получались вот эти полисы Различные с приставками Мегаполисы, это сейчас современное уже И все остальное А почему они полисами их называли Многие не понимали Но теперь при переводе с греческого Нам толкуют, что это оказывается город Ну продолжайте, это так моя вставка была Совершенно верно Здесь я с вами полностью соглашусь Дело в том, что Видите, если Говорить о тех же этрусках Это просветленные русы То есть носители высокой культуры Этрусские, которые пришли В Европу Вот они оставили в Европе Замечательные архитектурные сооружения Великолепные Архитектуру И если изучать этрусское И если почитать Того же Воланского Который Занялся этим Он нашел столько Источников И после того, как Значит, прочитали Этрусское И определили, что это Русским языком написано Сразу сказали Этрусское не читается Понимаете? И все А То, что вы правильно сказали Что Когда Тех же Этруссков Тоже ведь уничтожили Понимаете? Так же, как и Виньедов Так же, как и Племена Лютичей Уничтожили А после этого А это же были территории Которые Значит Туда пришли Изгои И здесь Мы уже должны Для общего понимания Чтобы было Общее представление У Радиослушателей То есть Когда славяне Пришли В Европу Последние Пять тысяч лет После того, как Пять тысяч лет Назад уже Европа Отчистилась от ледника Который раньше Был ледниковый период Да И А У нас Значит В Сибири Там И В Асии Условия Погодные условия Климат изменялся Климат же меняется Видишь Как вот сейчас Меняется климат Да Вот климат меняется Он постоянно Менялся И Климат на нашей территории Ухудшился И племена Двинулись В Европу Так вот Когда Они туда пришли В Европу А там же были Изгои Раньше жили Которые уже смешались Там С племенами Которые Африканцы Вдоль побережья Жили С теми И уже язык Поменялся Значит Потому что Приходили Изгои В основном Мужчины Да И имея Преимущество В вооружении Булатные мечи И все Прочее Они побеждали Те племена Которые там были Имеющие там Бронзовое оружие Или еще какое-нибудь А Женщин мало было У изгоев Они были вынуждены Брать Себе женщин Смешивались И Таким образом Они Часть культуры Впитывали в себя Тех народов Которых Они покоряли И менялся Соответственно Язык И Вы правильно Заметили Что вот Потом они То что они Поняли Значит Остатки Сохранились Они это Переначали На свой Лад Так вот Сейчас Вернемся К латинским Названиям Этих городов Эпидаурус И Эпирус Нам же Вмели в голову Что Миф фальсификаторов Что все Славянские языки Якобы Вышли из латыни А еще Вы знаете Что в 17 Столетие В Европе Вся говорила По-русски И Описали Латинскими Буквами Известная Есть речь Плачевная Речь По Карлу 11 Желающим Может найти В интернете Ее можно найти Там Она написана Вся По-русски Но Латинскими Буквами И Латынь Это вообще-то Эффективный Инструмент Своего времени Который Использовал Хитрый враг Для вытеснения Языка русов И памяти О славянах Из регионов Европы Ведь эти Регионы Все Освоены Культурно Славянами Русами А вот С целью Присвоить Себе Все грандиозные Застяжения Славян Это Обширные Территории В конечном Счете Их Поработить Вот Какую Задачу Они Ставили И Используют Для этого Латинский Язык А латинские Слова Эпидаурус Эпирус Они Самое интересное На разные Языки Переводятся По-разному А на Славянские Языки Они Переводятся По-латыни Эпидаурус А На русский На славянский Языке Переводится Эпидавр Эпирус А переводится Эпир При этом Вот идет Подмена Бук Что фальсификация Делает Латинскую Букву У Звук У Заменяют На В Звук В А последние Две буквы Ус Не читается В этих словах И получается Не Пидау Рус Где слово Рус Существует Эпи Рус Тоже Слово Рус Существует Они превращаются Эпир Эпидавр И Объясняют Что правильно Вот так На славянских Языках А Дело в том Что Область В Греции Третий Эпидаврус На северо-восточном Побережье Пилпанеса Которым я говорил Да И на Рисунке Где вы можете Его видеть Про которым Только что Говорилось Что там Жил Бог Древнегреческий Бог Медицины Да Асклепий Эта область Называла Эпидавурия Ну и вот Я Значит Когда покопался Там По-английски Перевел Кусочек Что такое Эпидаврус С английского Это Цитирую фраза Эпидаврус Был независимым От Аргоса Город Там В Греции В нынешней И не входил В Арголиду До времени Римлян Благодаря поддержке Территории Была сформирована Небольшая Область Названная Эпидавурия И Вот здесь Я думаю Надо сделать Перерыв Потому что Надо Сейчас Показать Карту Сейчас скажу Какой Номер Который Мы Вернемся Карту 11 И Карту 12 Ну что ж Прерываемся На музыкальную паузу И Смотрим 11 И 12 Номер В приложениях Фотографий Для Нашего Эфира Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор 16 День Месяца Ветров 7524 Лет Это четверик Не просто так говорю Что на одном из Потому что Календарей В России На Руси В разных регионах В разных местах И в разное время Было огромное количество Если мы говорим О каких-то Это не означает Что мы говорим Что это истинно В последней станции И было только так А никак по-другому Методы фальсификации Культуры и искусства Часть 3 Такова тема Сегодняшнего нашего эфира Главный соведущий Феденко Леонид Григорьевич Просил загрузить карты Карты загружены Те, кто в чате Находятся Могут их Лице зреть Могут их Видеть Бачить Зреть Зреть Много у нас слов Которые означают Видеть Вот Так что Завидуйте Те, кто пока Еще не в чате Потому что Вы это Видеть Не можете Хорошо Продолжаем Благодарю Алексей Значит Уважаемые радиослушатели Значит Как Алексей напомнил Посмотрите Пожалуйста Карты Одиннадцатого И двенадцатого Значит Одиннадцатая карта Это Увеличенный Фрагмент Карты Из чертежной Книги Сибири Лист Двадцать третий Чертежная Книга Сибири Это Значит Карты Которые Нарисованы Русским картографом Семеном Ремезовым Так вот На этой карте На Одиннадцатом Рисунке Ну или Я просто Взял Кусок И увеличенный Фрагмент Увеличил его Да И Карта Сама больше Гораздо Лист Двадцать три Здесь Черным В середине Видите Черным Прямоугольник Выделен Да И Выделена Надпись Я так специально Выделил надпись Чтобы Слово Да У Ры Да У Ры Видно Стало Это Видно Видно Озеро Оно Как раз Они же Вот это Прямоугольников Черного Выделено Озеро Байкал Большое Озеро Да И Видна Река Втекающая Вытекающая Из него Дело в том Что вот Карты Ремезова Нарисованы Таким Образом Что Внизу Это Север А Верху Это Юг Поэтому И Такая Ситуация Как бы Сначала Непонятная То есть На реальной Карте Это Значит Южнее Озера Байкал Как раз Находилась Местность Территория Где жили Дауры И это На карте Ремезова Отражено Надо Учесть Вот Что Ремезов Картографировал Не Сибирь Как нам пишут Фальсификаторы А он Картографировал Территорию Русской Империи Со столицы В городе Тобольске Которую Другие Народы Называли Великой Тартарией И Мы уже В первых Двух Передачах Об этом Говорили И поэтому На картах Ремезова Хотя Они Также Отреактированы Фальсификаторами Но Сохранились Интересные Факты И очень Много И Кстати Множество Градов Можно Видеть А не Острогов Как нам Пишут И лгут Фальсификаторы А теперь Я вам процитирую Что такое Даурия Из Большой Советской Энциклопедии 1969 1778 Годов Даурия Даурская Земля Русское Название Забайкалья И частично Преамурья В бассейнах Рек Шилка Аргунь Зея Бурея Отчасти Сунгари И Уссури До середины 17 века В основном Была населена Даурами Позднее Название Дауры Сохранилось Лишь За Забайкальем Даурия Территория Южного Забайкалья От озера Байкал До Яблоного Хребта Иначе Называют Байкальской Даурией А Значит От Яблонего Хребта К востоку Нерчинской Даурией А самую Южную Часть Байкальской Даурией И к востоку От реки Селенга Селенгинской Даурией Это вот Кто не знает И кто знает Я Так сказать Напомню Что же реально Под словом Дауры Понимает Современная География История То есть Это Территория И русское Название Забайкалья А фальсификаторы Для того Чтобы замести Следы русов Создали Новое слово В начало Слово Они вставили Эпи Эпи Даурус Эпи Рус И которые Это слово Взяли из греческого Языка По-гречески Эпи Это При Возле Над На Сверх После И написали И написали Вот это слово Слитно По-латыни Эпи Даурия Эпи Рус А правильно По-русски Будет Это Даурия Это Русь То есть Эпи Даурия Это Даурия А Эпи Рус Это Русь И вот Чтобы скрыть Русские названия Фальсификаторы Манипулируют Буквами И переводом Слов на Славянские Языки А теперь Просьба Открыть Двенадцатый Рисунок Значит Уважаемые Родеслушатели Значит Вот Двенадцатый Рисунок Это Значит Опять же Фрагмент Увеличенный Фрагмент Я увеличил Мной И Вырезал Этот фрагмент Опять же Из чертежной Книги Сибири Ремеза Только тот Был у нас Предыдущий Рисунок Это Лист 23 А это Лист 22 И здесь Верху Этой Карты Мы видим Что тут Написано Вот Надписи А рядом с Надписями Я черным Цветом Выделил Чтобы Такими Черными Прямоугольниками Значит Если увеличить Тогда легче Читаются Слова На этом Контрасте Так вот На Сверху Этого Фрагмента Написано Большими Буквами Надпись Земля Дальше Казачьей Орды То есть Огромная Территория Опять же Напоминаю Что Эта карта Так же Как и Предыдущая Сверху У нас Юг А снизу Север Значит С правой стороны У нас Вот тут Нарисовано Хвалынское Первое Или Каспийское Море И написано Хвалынское А рядом Аральское Так вот Территория От Хвалынского Огромная Территория От Хвалынского Море На западе До реки Лопты А река Лопта Это Ну Практически Левая сторона Этой карты На востоке Вот эта Огромная Территория Называется Земля Казачьей Орды То есть Это вот Я ранее сказал Что мы Чуть позже Когда Алексей Комментировал Значит Разговор О Скифах Я сказал Что мы Еще к этому Вернемся Он говорил О войсках Вот Мы Вернулись К войскам То есть Что такое Орда Это По-русски Войска Но самое Интересное Что вот Эта Огромная Территория От Хвалынского Или Каспийского Как сейчас Называется Море До реки Лопты А реку Лопту Сейчас вы С таким Названием Не отыщите Так же Как и Например Там рядом Кашлар Река Эти названия Как и многие другие Стерты с карты Из памяти И вот на этой территории Огромной территории Земля Казачьей Орды Протекают две реки Вот они видны Там сверху И чуть пониже Где земля Где земля сверху А Казачьей Орды Вот как раз Между этими реками Так вот Одна из них Река Верхняя Это Называется Амундария Современное название Амундария А на карте написано Амундария А вторая река Представляет степные районы Где Кстати Множество И городов И вот на этих степных Районах И Стояла Ордынская Армия И на других Картах Более поздних Где Если вы найдете Карты Великой Тартарии Вы найдете Название Орд Такая-то Орда Такая-то 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 То есть Это как По-современному Это Военная круга Понимаете А это Степи И Там Огромное количество Они Степи Трава А Кто Казачьи Орды Казаки А казак на чем? На лошадях А у наших Казаков По несколько лошадей было Представляете Какие табуны Там паслись И называлось все это Казачий стан Казакстан А не Казахстан Как сейчас Это называется И Кстати Здесь Очень много Названий городов Как я уже сказал А теперь Давайте посмотрим Какие Названия Города То есть На этой территории Где располагалось Казачьи войска Или Орда Ордынцы Слово идет От этого Представляло собой Степные районы И там Много городов Названия этих городов Вот я темными Прямоугольниками Их выделил Чтобы легче было читать Знакомы некоторые Например Хива Знакомый город А другие Уже звучат Иначе Написано Самар Хан С твердым Знаком Самар Хан А современное Название Уже Самар Канд Так вот Видите У Ремезова Это карта 16-17 веков Карты Ремеза Прессовал Еще был Самар Хан Город Назывался А уже Чуть позже Уже появилось На других картах Уже Самар Канд На конце Буква Не твердый знак А буква Д А рядом С Самар Кандом Там Град Бух Арея Современная Бухара Написано Бухарея А может Бухария А рядом Известный Град Ташкент Вот так и есть Ташкент Написано А рядом С Ташкентом Большой Град Называется Туркустан Современное Название Турке Стан Вместо У Буква Е И рядом Град Тазляр Еще один Понять Что Вот это Еще территория Где Расположены Войска Очень Четко Видно Там Во-первых Все Дороги Если внимательно Посмотреть Очень хорошо Видны Дороги И Написано Еще Значит Что здесь Войска Стояли Там стоят Написано В правой стороне Вверху Там Есть надпись Грады Ка Ра Ула И Четко Показаны Как я Уже Сказал Дороги А вот По поводу Города Туркустан Вот известный Ученик Татищева Да Известного Историка Вы слышали Такой Который Современник Ломоносова Он Относится К числу Крупнейших Русских Географов Середины 18 века Родился Он В 1719 1777 Год Рычков Он В своем Известном Сочинении Которое Называется Топография Оренбургской Губернии Пишет Город Туркестан Через Е Не Туркестан А Туркестан Но тоже Исправленный Да Не так Знатен Как прежде И так Описал его Сей город Стоит На речке Называемой Карасу Улицы В нем Кривые И весьма Тесные Так что Поперек Инде Меньше Одной Сажени Ну Меньше Трех Метров Домов В нем По тамошнему Обыкновению Строенных Однако Гораздо Хуже Ташкентских Всего Лишь С тысячу Крепостного Строения Регулярного Нету Только Имеется Круг Всего Жилья Стена Глиняная И вокруг Нее Небольшой Ров С водой Мечети В нем Три Из которых Одна Древней И хорошей Работы Извините Одна Древней И хорошей Работы И имеет Много Число Разных Покоев В этой Мечети Погребен Выше Упомянутый Магабетанский Чудотворец Всем Городе Никаких Базаров Нет А жители Со своими Торгами Отъезжают В Ташкент Этот текст Карта Топография В обоих В той части Студировали Над Великой Торица Да Была Так вот После победы Над Великой Тартарией Что делать Екатерина Она создает Единую Государственную Систему Школьного Образования Уже В новом Государстве То есть Она понимает Что реально После захвата Великой Тартарии Она увидела Что Московия Отстала В культурном И Значит Образовательском Уровнем От Великой Тартарии И Она Создает Систему Уже В том Государстве Владелица Которая Она стала И По образцу Образовательной Системы Великой Тартарии Потому что Надо поднять Уровень Образования В Москве До уровня Образования Великой Тартарии То есть Она Это Прекрасно Понимала Она Вы знаете Если Почитаете Ее биографию Она И с Вольтером Общалась И Ну Со всеми Великими Так сказать Из Западной Европы И Она Хорошо Представляла Себе Что Там А После Того Когда Екатерина Стала Захватил Великую Тартарию Стал владельницей В ходе Этой Войны Этой Империи Вся Остальная Европа Ей Это Не понравилось И Опять же Европа Стала Воевать Против Тартарии Московского Которая Стала Значит Взяла Название Ведической Империи Русской Империи И назвала Российской Империей Так вот Екатерина Создает Образовательную Систему В этой Новом Государстве По образцу Образовательной Системы Великой Тартарии И чтобы Поднять Уровень Образования Москвы До уровня Образования Великой Тартарии А доказательством Высокого уровня Образования На территории Великой Тартарии Вот существует Факт Что Там было Множество Школ Разного Профиля Училищ Но Соответственно С историей Как мы знаем Это все Явилось Результатом Освоения Сибири Переселенцами Из Московии Вот пришли Товарищ Ермак С компанией И все Сразу Завоевали Там И В кратчайшие Сроки Сделали все Как надо И это Завоевание Переселение Согласно Истории Началось С похода Ермака 1582 года А фальсификаторы После этого Уничтожили Все документы О Великой Тартарии Последним Был поджог Это В столице Тобольска Когда сгорели Все Архивы И все И уже После этого Что-то Доказать Иное Не представлялось Возможным И не представляется Потому что Нет Документов А это Самый Замечательный И Часто Используемый Шаг Фальсификаторов Который они делают Прежде всего Сжечь И желательно Библиотеки И архивы И после этого Они Еще делают Подмену Они уничтожили Все документы И назвали Сибирью Пывшую территорию Великая Тартария Туральских гор На западе До Камчатки И до реки Амур На юге Почему до реки Амур Потому что Вот столько Успели захватить Вот сейчас Я Предлагаю Вернуться К тому С чего мы начали К размыслам С чего мы начали Передачу И Значит Поговорить Побольше О Великой Тартарии Вот Есть Интересный момент Кстати О том же Тобольске Да Сейчас я еще Созгляну на карту Одну Если А Вот Откройте Пожалуйста Если есть Тринадцатый рисунок Карта Опять же Это карта Меркатора Из его Атласа И называется Руссия Московия И там я Значит Тринадцатый рисунок И там я Серым цветом Прямоугольником Выделил В обратном цвете Таком В инверсном Фрагмент Чтобы Он Лучше было видно И на нем написано Сибиор Область И Сибиор Город Сибирь Точнее Вот Мне написали Что вроде бы Опубликовали Этот рисунок Так вот Что здесь Замечательно На этой карте Меркатора Напомню Это Атлас Меркатора 1610 года И Карта Европы И Московии Карта Московии Так вот Здесь Видны тоже Среди фальсификации Если Взять Кстати В Атласе Меркатора Там еще одна Есть карта Я ее не привожу Да А Значит В книге Там я Если кто-то будет читать Я ее сравниваю Да И там Тоже видна Фальсификация Значит Опять же Географ Картограф Один и тот же Меркатор Издатель 1610 Одна карта Значит Московия Руссия Да А вторая карта Это Европа И В чем разница Там В одном месте Значит На карте Допустим В Московии Латинские буквы Написано Мурманское море А на карте Европы Там Это море Написано Почему-то Уже по латыни И написано Море Кангелатум Это если перевести С латыни Море Замороженное А на карте Московии Мурманское море Написано Вот вам еще Один пример Фальсификации Дальше На карте Московии Надпись Рядом с Норвегией Написано Океанус Семптентрионалис По латыни Или Северный океан А на карте Европы Написано Гиперборейский Океан Ну О картах Конечно Можно О фальсификации Карты Можно Говорить Очень Много И Долго Так вот Вернемся Значит К Сибири Да Вот Область Сибири Написано И Город Сибирь Если Проанализировать Множество карт Великой Тартарии Да Разных Периодов Там Они И Есть И Фальсифицированные И не Фальсифицированные Понимаете Понимаете Какую вещь Применили Они Вот Эту Область Которая Здесь На карте Помечена Вот Черным Да И И Ниже Вдоль Волги Они Обозвали Вот Эта Область Называлась Сибирью И Вот Эту Область Ниже Волги Туда Вот Как раз И Завоевывали Ермак И Все Эти Значит Московские Слуги Романовых Которые Воевали Вот Эта Часть И Была Сибирью Реальная Сибирь Это Великая Тартария А вот Они Наложили Кальку Вот Эту Московскую На Это Вот Такой Принцип Фальсификации Накладывается На Территорию Великой Тартарии И Уже Легко Документы Все Уничтожены И Пишут Тобольск Столица Сибири Так Вот Сибирь И Если Сравнить Карты Да Где Сейчас Вот На этой Карте Расположен Город Сибирь Есть Название Города Который Называется Грустина И Третье Название Город Тобольск Это Все Один И тот Же Город То есть Когда В 1530 Году Был Уничтожен Город Асгард Ирийский Столица Славяно-арийской Ведической Империи Ордами Джунгар Столицу Перенесли И Столица Сначала Видите Как На картах Называлось Грустина Грусть А Дальше Стало Словом То Боль Это Боль А потери Предыдущей Столицы Асгарда Ирийского Который Посуществовал Тысяча Восемь лет Более Тысячи Восьми Лет На планете Извините Сто тысяч Восемь лет Отговорился Чуть Сам Не фальсифицировал Историю Так вот А нам Что Рассказывают Историки Что Тобольск Основан В 1587 Году И как Центр Освоения Сибири Город Тобольск В 1590 Году Якобы Первым Сибири Получил Статус Города Ну вот В предыдущих Встречи В эфире Я говорил о том Что Мы разбирали Как раз Карту Тобольской Анализировали И Москвы Тобольского И Московского Кремля И Было показано Что Каких Размеров И какой Большой Город Был Тобольск И вот Если вы Сейчас Возьмете Допустим Карту Ремезова Опять же И Найдете Там Карту Тобольска Там Есть Чертеж Очень подробный На этом Чертеже Прорисованы Ремезовым Все дома Если вы Увеличите Просчитайте Количество Домов А Дома Там Не нарисованы Так Вот Картограф Рисовал То что Есть На тот Момент Что Было И Дома Стоят В определенном Порядке И Разное Количество Они стоят Лицом На улицу От этого Слова И улица Идет Улица Слово Улица Значает Что Фасадом Лицо На улицу А Тылом Скажем Так Они Друг Дружки Вы Проанализируете Сколько Там Домов А потом Посчитайте Какие Были Семьи Значит В старину Как минимум И И жили То И в городах Жили Родами Да То есть Отец Мать Дети Плюс Родители Родственники И Ну даже Если прикинете В среднем Там На семь Человек Вы увидите Какой был Большой Город Тобольск Даже Грубый Подсчет Сделайте И увидите Какой Был Город Тобольск Так Вот Называя Дату Что Тобольск Основан В 1587 Году Историки Сами Не читают Тех Книг Которые Они Считают Историческими А есть Такая Книга Значит Снегирева Которые Значит Историками Считается Как этот Исторический Документ Так вот Точно Название Я сейчас Вам скажу Одну Секунду Значит Московские Древности Памятники Московской Древности Называется Книга С присоокуплением Очерка Монументальной Историей Москвы И древних Видов И Планов Древней Столицы Значит Сочинение Императорского Общества Истории Древности Российских И древностей Действительного Члена Ивана Снегирева Вот Такой Источник Они его не читают И там В этом Источнике Значит Снегирев Пишет Пишет О таком Факте Что Значит В 1529 Году Напоминаю Что Согласно Истории Тобольска Снова В 1587 Году А Снегирев Пишет В 1529 Году Колокол Из города Устюг Был Сослан В Тобольск И об этом Пишет Боюсь Соврать Архиерей Тобольский Церковный Архиерей То есть Представьте Существует Тобольск В 1529 Году И там Архиереи Есть Церковь Есть Это Христианская И архиереи Есть И туда Сослали Колокол Вечевой Колокол Который Значит Из Углича Который Там По истории Значит Звонили Когда Собирали Народ На Я честно Говоря Запамятовал По-моему По Времен Ивана Грозного Понимаете И вот Не читают Историки Называют Эти документы Да Это исторические Которые я вам Только сейчас Недерево Подиктовал И не читают Что там написано Так вот Что такое Слово Ссылать Что оно Означает Если посмотреть Словарь Того же Даля Да Это Последнее Уже Название Ссылать Ссылка Подразумевает Что Это Значит Туда Направляли Неугодных Людей Да На место Жительства А вообще Как можно Сослать Колокол В ссылку Но это же Полная глупость Да Тем не менее Там было написано И Понимаете Историки Пишут про этот колокол И пишут И недумевают Вот в кавычках Сослать А по-русски Это отправлять Отсылать То есть У церкви Христианской церкви Ортолоксальной Неправославной В Тобольске Которая была Там А наши предки Вот Были веротерпимыми Позволяли Строить Храмы Всех конфессий То И в Тобольске Была И церковь Значит И проблема Видимо Там с колоколами Была Так вот Видимо Договорился Этот Церковный Архимандрит Из Тобольска С Московскими И Связи-то были Понимаете И Переслали колокол Туда Помогли Повесили И там И пишут Что этот колокол Висел В такой Конкретной церкви Где И Использовался По назначению Как колокол Не читают Этих вещей А вот У всех В голове Сидит Ссылка И это Так пишут Не только О колоколе Так пишут О людях Приведу еще один Пример Недолго Значит Когда я Уже Более внимательно Стал Смотреть Время Екатерины Второй Нашел Такую Информацию Что Екатерина Вторая Незадолго До войны С Великой Тартарией До 1772 Года То есть 1772 1775 Год Так называем Пугачевское Восстание Что мы знаем В истории А реально Гражданская И Первая Мировая Война Все Европы Против Великой Тартарии Которые Они и победили Екатерина Что делает Екатерина Из Белоруссии По-моему Сейчас Может ошибаюсь Но по-моему Где-то из Гомельской Не из Гомельской А из Могилевской Губернии Тогда Не Гомельская Была Могилевская Губерния Пересылает Порядка 20 Тысяч Людей Написано Ссылает А в скобках Там написано Что эти люди Переехали Просто на новое Место жительства И Эти люди Относились То ли По-моему К староверам Ну Понимаете Староверы Старообрядцы Там по-разному Толкуют А в принципе Это Те люди Которые Не приняли Значит Реформу Никонова 1650-х годов То есть Екатерина 20 тысяч Екатерина Вторая 20 тысяч Пересылает В Тобольск И в те места Вы представляете 20 тысяч Переслать Это просто Переехать В те времена Это Со скарбом Со всем Значит Телеги Все остальное То есть Они переехали На место жительства Туда Вот Вот что такое Называется Сослать То есть Договорились Были Отношения Нормальные отношения Еще до войны И договорились Что значит Переедут туда А что делает Екатерина А Екатерина В это время Готовит Плацдарм Для войны Вспомните Что она делает Части Малороссии Или Маленькой Тартарии Заселяет Выходцами Из других Стран В частности Немцами И другими Народами А Получается Эти Значит Жители Могилевской Губернии Да Белорусы Как сейчас Называют Беларусь Пятая колонна Для Екатерины Была Она Старалась Поменьше Людей Иметь Которые будут У себя Лишние проблемы И будут создавать В будущей Ее войне Видите Какие интересные Факты Выясняются Что такое ссылка А дальше пошло Ссылают И ссылают Петр I Значит Побеждает Под Полтавой А потом Часть этих Шведов Которые Проиграли Ссылает Великую Тартарию В столицу Тобольска Ну Вот Если подходить С этой точки зрения Но это полная Глупость Или должен быть Договор Что Часть людей Будет отправлена Значит Великую Тартарию Между Этими Государствами И тогда Никаких вопросов Но Эти пленные Якобы Шведские Офицеры И Остальные Едут туда Совершенно Там спокойно Живут В ссылке Изучают Разъезжают По Великой Тартарии Изучают Ее Природу Полезные Скопаемые И так далее Потом приезжают После этой ссылки В Европу Пишут книги И эти книги Становятся Историческими Источниками По которым Нас Учат Истории Вот Сделав Такое Небольшое Отступление По Тобольску Перейдем К розмыслам Так вот По Точнее Розмыслы Это уже Потом стало А До этого Были Размыслы Как мы правильно Говорили Так Коснемся Значит Такого Вопроса Как Развитие Металлургической Промышленности Якобы В России По Той Значит Российской Империи По той Исторической Версии Которую Нам сейчас Рассказывают И Кто Интересовался Этим Вопросом То Может Прочитать Что К середине 18 века А что такое Середина 18 века Это 1750 Годы Горный Округ Колывана Воскресенских Заводов Опять Горный Округ Понимаете Горы Там Гористая Местность Занимавший Большую Часть Томской Губернии И часть Омской Области Охватывал Территорию В 443 Тысячи Квадратных Километров Что Равняется Примерно Площади Нынешней Швеции А что Это такое Горный Округ Вообще-то Горный Округ Это Была Такая Территория Где Формировалась Как нам Говорят Металлургическая И горнодобывающая Горнодобывающая Металлургическая Промышленность России Вы представляете До 1600 Года Где-то Ермак Только Значит Был Под Тобольском Да Как нам Рассказывают А уже Через 150 лет Территория Швеции Великой Московии Изучена И горная Территория И разведано Там все И строятся Заводы Вот это Просто Вдуматься В такие Вещи Это Каким же Образом Так Быстро Какая-то Там Нам же Рассказывают Что такое Колонизация Сибири Почитайте Внимательно А нам Рассказывают Что Вот эту Область По размерам С поставимую С нынешней Швецией Уже Назвали Горный Округ Колывана Воскресенских Заводов И там И там Уже Устраивается С точки Зрения Истории Металлургическая И горнодобывающая Промышленность Вот так Фальсифицируют Все Видят Читают И ничего Этого Не видят Понимаете Ведь А кадров Нету Понимаете А нам Рассказывают Это все Было За 150 Лет Колонизации Пришли И все Такое Сделали А кто Делает Это Пишут Историки Не хотят Офицерские Дети И вообще Дети Дворян И Значит Других Сословий Высоких Идти Учиться Нагорных Инженеров Гидротехников Механиков И прочее С другой стороны Нам говорят Да все Неграмотные И на На самом деле В Москве Основная Масса Народа Неграмотные А кто Ж тогда Делал Все это И Пишут По истории Детям Которые Считались Офицерскими Детьми Те Считались Понимаете Было Уже Легче Учиться И Работать Из этой Прослойки Выросла Замечательная Плеяда Выдающихся Российских Гидротехников И Механиков За 150 лет Ускоренными методами Вырастили Из офицерских Детей Понимаете И дальше Пишут Множество Конструкций Вододействующих Сооружений Было Создано На территории Территориальные Районы Это Томская Губерния Большая часть И часть Омской Области Еще раз Повторю Почти 500 тысяч Квадратных Километров Территория Территория Строили 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 На книге Где-то 1950-х 50-х Года То Там Столько Много Кто интересуется Историей Науки И техники Там Столько Интересных Фактов То Вы узнаете Что Вот этих В этих Местах О которых Я говорю Колыва Новоскресенских Заводов Там Работали Такие Выдающиеся Механики И инженеры Как Ползунов Фролов Ваганов Головин И многие другие Кто такой Ползунов Иван Иванович Ползунов Это Создатель В первой Мере Универсальной Паровой Машины Для заводского Применения Это так Сейчас считают А Фактически Там Все Фальсифицировано Нам говорят Вот Изобретатель Паровой Машины Товарищ Уад Да Все же Англичане Немцы Все прочее Немцы И все остальные Европейцы Которые стремились Великую Тартарию Они туда не зря стремились И вот Всю Всю Историю Которую мы знаем О Сибири Она написана Якобы Немецкими Всеми учеными И прочее Тут я фамилии не хочу Перечитать Их много В книге Я Поподробнее Об этом Напишу Они и стремились Туда Потому что Все Знания Оттуда шли Потому что Государство Великой Тартарии Было Достаточно Высокого Оровня Развития И в техническом Плане Так же И вот Анализ Как раз Действий Вот этих Размыслов Которым Относились И Ползунов И Фролов И Ваганов И Головин И И другие Авторы Сейчас просто На ум Не идут Другие фамилии Он и показывает О том Что Великой Тартарии Иван Иванович Ползунов Создает На Барнаульском Заводе То есть Есть уже Город Барнаул Там есть Завод А что такое Город Город это Все Есть Техническая Часть Есть Жилье Вся Инфраструктура Создает Горный Механик Как пишет Иван Иванович Ползунов Огнедействующую Машину А для чего Он здесь Создает А потому что Идея у него появилась Заменить Решить проблему Снабжения Значит Вот этих всех Промышленных Предприятий Не с помощью Энергетики Воды А с помощью Вот Пара Да Механическое Решение Потому что Иначе Была Привязка Всех Строительств Всех Предприятий Горнодобывающей И металлургической Промышленности Конкретным Водным Источникам Потому что Вот Тот же Ползунов Если вы почитаете Его биографию Да Он Был Значит Ну пишут Понимаете Что пишут Окончил он Если коротко Окончил Ползунов Какую-то школу Якобы В Екатеринбурге Там Обучился Читать И писать А вот Все остальное Доучился уже В дальнейшем Потому что Ну никакой информации По этому поводу нет Но тем не менее Безграмотный Иван Иванович Ползунов Великолепный Гидротехник Великолепно Знал гидравлику Понимаете Во всем Разбирался Занимался Хозяйственными Пишут Вот Он все время Занимался Хозяйственными Работами Все вот Заставляли Хозяйственные Работы Но тем не менее Он великолепно Знал Какое состояние В науке И технике В Европе Все Читал все Последние Научные работы И так далее И мало того Изобрел еще Водяные часы Видите Как-то это Знать Гидравлику Которые Водяные часы Которые Так же Работали Как и Механические часы С такой же Точностью Так вот Если Опять же Говорить О Металлургических И прочих Заводах Которые Были В Великой Тартарии Да То Нам сообщают Что к началу 19 века А что такое 19 век Это К 1800 году Алтай Занимал Алтай Первое место В России По добыче И выплавке Свинца И серебра А потом А потом Где-то В 1790 1790 Года Стал Угасать Горнорудная Промышленность Алтая Стала Угасать И последнее Возрождение Последующее Наступило Аж Только В период Советской Власти То есть Вы представляете Вот Все читают Эти вещи И никто Не задумывается А ведь тут Смотрите Совершенно Четкая Увязка Если Вы понимаете Что Была война И Победу Одержали Значит Московия И война То была В 1700 Победа В 1775 Году Что После войны Уничтожили Была Кровавая война Уничтожили Много населения Уничтожили Рабочую силу Начались Миграционные Процессы Аналогию Вспоминаем Что После войны Как Советский Народ Восстанавливал Промышленность Какими силами Это давалось 1991 Год Что После Перестройки Произошло С нашей Родиной Сейчас Нехватка Рабочих По многих Отраслях Инженеров Так это Сейчас Современное Время С этим Уровнем Образования С интернетом С институтами Университетами В каждом Городе И нет Специалистов А тогда Вот Ответ На вопрос Почему же Исчезли Исчезла Точнее Горнорудная Промышность Алтая И только Возродилась Период Уже Спустя Точнее 200 лет А Что же Было На Новосибирском Областном Архиве Сохранился Чертежный Проект Чем Занимались Русские Русы Размыслы Великой Тартарии Например Автоматизации Процессов Которые Были На Чагирском Руднике В 1752 Году Что делали Спуска С горы В анбар Руды Тележки Двигались По Внутризаводским Путям Канатным Приводом Канатная Дорога От водяного Колеса В 60-е годы 18 века Это значит 1760 год Еще до Победы Значит Московья В Великой Войне Талантливый Сверстник Единомышленник Ползунова Кузьма Дмитриевич Фролов Проложил На Колыванско Воскресенских Заводов Так называемые Лежневые Пути С металлическим Покрытием Для перевозок Обрабатываемых Материалов По заводской Территории Тележки Здесь Приводились В движение Также Приводами От водяных Колес Вы понимаете Какая Какие факты Известны Но они же Скрываются И Эти факты Знают Новосибирские Ученые Историки Но Не имея Правильной Парадигмы Исторического Развития Исторических Событий Они Вот к чему Приходят Тому и Приходят Еще Пример Работая на Змеиногородском Извините Змеиногорском Руднике Самым старым И самым Богатым Рогоценными Металлами Фролов Еще Один Размысел Проявил Наибольшей Мере Свой Талант Изобретательности И понимание Необходимости Всемирного Развития Двигателей Транспорта Рабочих Машин Водяное Колесо Фролов Превратил В основной Двигатель На котором Работали Не только Заводские Механизмы Но и Транспортные Средства А Насколько Глубоко Понимал Водную Стихию И гидродинамику Я уже говорил Что он Изобрел Водяные Часы И Где Механизм Проводился В движении Водой И Показывал Часы Время Сочи Маятников Часов Давайте Алексей Может быть Прервемся Как раз 10 часов На этом Если Есть Желание То Мы Можем Прерваться Конечно Хорошо Ставим Музыкальную Паузу И После Нее Продолжаем Разбирать Нашу Тему Но Я еще напоминаю Что у нас Есть вопросы В эфир Так что Надо будет Нам еще И поотвечать На вопросы Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 6 июня 2016 года Понедельник По одному Из старинной 16 день Месяца Ветров 7524 Лето Четверик Мы Продолжаем Разбирать Тему Методы Фальсификации Культуры И искусства Часть Третья Главный Соведующий У нас Веден Калинин Григорьевич Напоминаю Что еще У нас Есть вопросы Так что надо это будет учесть А времени Осталось уже не так много Продолжайте Пожалуйста Вот Алексей Вовремя сказали Что надо заканчивать Но в принципе Я практически Закончил У меня осталось Заключительно Одно Так сказать Предложение Которое я Так сказать Хотел в конце Сказать Но Почему-то решил Что Значит Надо бы еще одну Вещь сказать Но Ну так пожалуйста Свои записи Нет Но это Долго Понимаете Это надолго Последил свои записи И понял Что Мы логически Подошли На самом деле И посмотрел В скайпе Вопросов уже Много накопилось Там Мы подошли К тому Что будет у нас Часть четвертая Еще Да Ну это Я не знаю Это как Значит Будет Будет Ладно Ну так что Переходим К вопросам То есть Я что хотел Короткое резюме Двух словах Скажу Да И переходим К вопросам То есть Вот Вся Сегодняшняя Наша беседа Она Сводилась К чему Да Фактически Что Вы видите Что И В настоящее Время И Раньше На протяжении Значит Столетия Тысячелетия Периодически Стараются Значит Сфальсифицировать И историю В том числе И историю Науки И техники И скрыть Значит И замолчать От Людей Бесспорный Прилитет Наших Наших Русов Во многих Областях Знаний Потому что Вот Я в книге Своей Написал Что Понимаете Произведена Фальсификация Всего и вся Мы сейчас Вот и разобрали Только лишь Как бы Несколько аспектов Касающиеся Значит Техники Да А ведь Примеров Таких Очень много И я Поэтому И отсылаю Всех Значит Радиослушателей Вот к тем Книгам Да Это достаточно Объемные Книги Где-то по 400 Страниц Старого издания Их Я не знаю Купить Может быть Только Букинистических Где-нибудь И попадутся Вам Но в интернете Их можно найти По-моему Эти две книги Я напоминаю Просто Кто интересуется Этими вопросами Значит Вопросы Значит Истории Русской науки И техники То Это Два Четырехсот Таких Страничных Тома Одного автора Лев Гумилевский Русские инженеры 1953 год Издание По-моему Второе издание Уже 1953 год И Болховитинов И еще Там ряд Авторов Рассказы О русском Перенстве 1950 Года Издание Там Вы найдете Огромное Количество Интересных Примеров Которые Говорят Сами За себя Поверьте Это очень Интересные Книги И кто Интересуется Этими Вопросами Ничего Не потеряет А только Приобретет Ну а теперь Давайте Перейдем К вопросам Хорошо Ну для начала С себя Ненасколько Тоже Реплику Запущу Вот Складывается Если внимательно Изучать Все это Все наше Прошлое То складывается Следующая Такая Конва Простраивается Когда Европу Стали Усиленно Заселять Другие Пришлые Народы То они Брали На вооружение То что Наши Предки Там Когда-то Создавали Язык Культуру Обычаи Вносили Что-то Свое Получалась Такая Интересная Заваренная Каша Где И то И другое Третье Было Представлено Но в Конечном Итоге Все равно Когда Уничтожались Наши Предки Или Изгонялись То Оказывалось Что без Них Как-то Тяжеловато Аналогичная История Произошла После Распада Советского Союза Вот Вот Спомнить Как Во Многих Дружественных Братских Республиках Активно Начали Сгонять Всех Русскоязычных Экупанты Фашисты Как Там Только Они Называли Уходите Мы Будем Строить Своё Государство Свою Нержаву И В общем-то Через Какое-то Время Мы Увидели Что Эти Все Друзья Они Остались Как-то Сами При себе И Куда Дальше Ити В общем-то Стало Непонятно Кто-то Кинулся В Европу На заработки Кто-то Кинулся В Россию На заработки И вдруг Все стали Такими Большими Друзьями Или для Европы Или для России Ну Кого там Ближе К Европе Становили Тебе Понятно В Европу Их там Особо Тоже Недолюбливают Всех Считали Те Кто Говорил Хоть чуть-чуть Там Как-то По-русски Даже Фильмы Такие Интересные Были Смешные Когда Опять Эти Поляки Наехали А Кто-то Кинулся Сюда И Здесь Известно Что Сейчас Происходит Ну И Пример Такой Простой Опять же Что Чтобы Далеко Не Ходить Когда Москва Многие Сейчас уже Называют Москва Бадом Да То есть Приехало Очень много Гостей Из Средней Азии И часто Очень средних По уровню Гостей Без обид Которые Из очень Средней Азии Как говорит У нас Один из Сатириков Если уж Мы их здесь Вспоминаем И Получилось Так Что В общем-то Местного Населения Московского Вот как-то Не особо Наблюдается Если Так будет Продолжаться Что Через Лет Пятьдесят Сто В общем-то Москва Будет Уже Не Русский Славянский Город А уже Город Далеко Не русский И славянский И потом То же самое Будет происходить С другими Крупными Городами Где есть Возможность Приработка Где есть Возможность Устройства Так вот Когда Те племена Которые Внедрялись В Европу Они Вырезали Изгоняли Русичей То Потом Оказывались В неком Таком вакууме А что дальше Делать Ну Это Израсходовали Надо же Что-то еще Получать И они Стали Потихонечку Пытаться Лезть Опять На Восточные Территории Им там Давали Отпор По зубам Били Вот те Как раз Военные Поселения Казачьего Образца Скипа Сарматы Сарматы Саки И так далее И в конечном итоге Нужно было Действовать Какой-то Хитростью Ну Не пускают А надо же Как-то залезть И вот Тогда как раз И применялись Такие приемы Как вброс Неких Руководящих Должностей Ну Самое интересное Это наверное Произошло Которое Нам Очень хорошо Известно Это С Петром Первым Когда он Великое посольство Уезжал Одним человеком Вернулся Другим человеком И сразу же Стал прорубать Якобы Окно В Европу Что В конечном итоге Казалось Наоборот Это Из Европы К нам Прорубались Для того Чтобы получить Какие-то технологии Получить технологии Получить ресурсы Потом Екатерина Продолжила Это вот о чем Вы здесь говорили Как раз Это война Которую Кто-то под Бугачевский бунт Подписывает Тот там еще Подо что-то подписывает Ну да это были Тоже гражданские войны Тоже интересно Там Сто до Петра Но это отдельная история Получается что Последние Вот две тысячи лет Это постоянная война Против русов Стравливание русичей Славян между собой Смешивание Ассимиляция И продвижение Потихоньку Завоеванных Западных плацдармов На восток И вот как раз Мы сейчас имеем То что имеем Нас ввязали В эту Цивилизационную Пристроечку Из нас делают Некую прослоечку И идет Продолжается Вот эта война И нам так или иначе Необходимо Осознавать Кто мы такие есть Иначе произойдет То что произошло Будет здесь Столярастия полная С худшими Всякими Проявлениями И в конечном итоге Ну не будет Нашей цивилизации А куда дальше то Нашей древности А куда дальше Ну Сассимилируют Перемешают Хотя кстати Иногда Обижаются на что Мы говорим Вот там Надо как-то Держаться Своих устоев Наоборот Не надо держаться Своих устоев Надо чтобы Все было одинаковое Души не имеют Цвета Души не имеют Там национальности Так мы же говорим Не про души Мы говорим Про генетическую Основу Которую Души воплощаются И вот генетическая Основа Она очень Намного влияет Души Как оказывается У многих людей И спят И находятся В таком Очень плачевном Состоянии Поэтому С низким уровнем Духовного Душевного Развития Наверное Говорить о том Что души Не имеют Национальности Наверное Не может быть Это первое Во-вторых Ведь каждая Национальность Она уникальна Она для чего-то Здесь была Произведена И поэтому Когда происходит Перемешивание То в этом случае Они являются Или это Противобожеским Деянием Потому что Бог Или боги Создавали Не просто так Разные национальности Разные народы И если вы хотите Всех перемешать Вы идете Получается Против воли богов Против воли бога Который создавал Всех людей разными Создавал народности Национальности И так далее Вот об этом Почему-то никто не думает Все кричат О равенстве Братстве О том Что все должны быть Одинаковые Все должны перемешаться Но почему-то Не учитывают То что Это получается Идти против воли богов Ну это такая Моя реплика А теперь давайте Уже переходим К вопросам Которые появились В чате народного Славянского радио Напомню Слава в мир Точка орг Это сайт Народного Славянского радио И найти его Можно по вот этим Как раз ключевым словам В любом поисковике Набираете Народное Славянское радио Попадаете на сайт Пока еще старого образца Пока еще новый Не сделан Вот Дальше Ищите слово Чат Попадаете в него Если вы еще Не зарегистрированы Придумывайте Логин Пароль Указывайте Е-мейл Куда вам будут Приходить Какие-то уведомления В случае чего Ну и Логин Пароль Дальше используйте Для того Чтобы уже Входить В наш чат Общаться с друзьями Писать вопросы В эфир И мы будем На них Отвечать Итак Вопрос Эфир от Владимира Измытища Леонид Григорьевич Как публично Разоблачить Методы И способы Вовлечения Представителей Официальной науки В заговор Замалчивания И фальсификации Нашего великого Древнего наследия Как вы считаете Паразиты Насаживающие Технологии Фальсификации Имеют Определенное Территориальное Происхождение Или это Банда Глобального Масштаба Два вопроса Здесь Одно Да Я верю Что два вопроса Значит Ну что Здесь ответить Владимиру Значит Публично Разоблачить Методы И способы Вовлечения Представителей Официальной науки В заговор Замалчивания Понимаете Официальная наука Прекрасно знает Что она Участвует Представители Точнее Так Самой Официальной науки Как таковой Это абстрактная Понятия Есть конкретные Представители И это Как говорится Дело Каждого Конкретного Человека Потому что В той же Науке Есть разные Люди И Есть Категория Людей Которые Держатся Свои Научные Погоны И Естественно Ее Уже Разоблачают Публично Давным Давно Но В ответ Нет Научной Дискуссии Нет Аргументов Понимаете Ведь Любая Научная Проблема Любой Так сказать Вопрос Который Требует Посуждения Это Вопрос Когда Две стороны Садятся За стол И говорят Вот Аргумент Обсужаем Проблему Такую У меня За аргумент Такой Что у вас У меня Такой И Логически Разговаривают И пытаются Понять Друг друга Этого Не наблюдаем Этого Нет В науке Понимаете Самые Правильный Метод Который Они Используют Это На самом деле Метод Замалчивания Потому что По всем остальным Их Как говорится У Тех Кто поддержит Вот эту Существующую Официальную Науку И теорию У них Уши торчат Как говорится Со всех сторон Понимаете Самая Простая Это Удобная Позиция Это Молчать И замалчивать Приведу Простые Примеры Найдены И Значит Написано Что найдено Такой Я в книге Тоже написал И написано В других Книгах И Которые Запретили И Это Книги Николая Левашова И Славяно-арийские Веды Эти книги Экстремистскими Обознаны Понимаете Вот Это Их Методы А ведь Найдена Плита Которая Такой Артефакт Который Ну Выше Ничего Нет Это Артефакт Который Подтверждает О том Что на Территории Нынешней Западной Сибири Еще 100 тысяч Лет Назад Была Высочайшего Уровня Развития Цивилизации Найдена Плита Каменная Плита Или Как они Называют Карта Создателя Которая Сделана Совершенно Технологиями Которые Еще Совершенно Не Известные Нашему Человечеству Понимаете Там Я уже Как специалист Здесь Говорю То есть Я вот 40 лет Микроэлектроники Трудился Да И Там же С помощью Скажем Нанотехнологии Напылены И На этой плите Слои Которые Причем Это Плита Размером Метр На Сколько Там Не знаю 60 сантиметров Огромная плита Понимаете Это называется Крупногабаритное Изделие А там Напылены Или Это Термин Напыления Это Современный Технологический Термин Из микроэлектроники И из Нанотехнологии Понимаете Слои Из материалов Которые Современная Микроэлектроника И нанотехнологии Не могут Реализовать Сейчас Это я Утверждаю Как специалист Это Потом Скажут Кто такой Товарищ Фиденко Который выступал Подтвердил Институты Подтвердили В 2007 году Подтвердил Генеральный штаб России И куча Новочиследовательских Институтов Где проводились Исследования Этой Плиты Что Эта карта Эта плита На которой Изготовлена Карта Западной Сибири Кусок Изготовлена С помощью Таких Технологий Которые Недоступны Еще Современной Существующей Цивилизации И этот Факт О котором Должны кричать На каждом Углу Как говорится Да Молчат Замалчиваются А почему А потому что Это прошлое Нашей Родины Потому что Это на территории Западной Сибири Это раз Во-вторых На этой карте Славяно-арийские Руны Надписи Сделаны Славяно-арийскими Рунами В Китай Ездили Посмотрели Китайские Специалисты И открестились Говорят Да нет Это не китайские Руны А первым делом То что решили А Это наверняка Китайские Китай же Самый Продвинутый Не подтвердилось И тишина Потеряли Эту карту Николай Левашов На одной из встреч С читателями Принес Кусочек Отвалившийся От этой карты И демонстрировал его На передаче Желающие могут посмотреть Больше об этом Никто не говорит А это же факт Который переворачивает Всю Историю Понимаете Это наше Великое Прошлое А нам говорят Нет Вы С деревьев Слезли У вас Только 1150 лет Ну если бы Мне говорили Что еще 1150 лет Правление Рюриков И их Потомков И других Я бы еще Согласился Но когда уже Найдено Огромное количество Фактов Найдено По всему По всей Европе Найдены следы Что 5000 лет назад На этой равнине Уже Русы были И анты там были И кто-то только не был Понимаете А нам говорят Да нет Вас не было Ребята Вы не существовали Еще Вот это и есть Фальсификация И как Разоблачать Таких Ученых Только лишь Тем Чтобы давать Эту информацию Чтобы Большинство людей Поняли Что их Обманывает Что реальная история Совершенно другая Интересовались Этим Учили своих Детей И вот тогда Произойдет И паразиты Сами Как говорится Свалятся С нашего тела А что Это банда Глобального Масштаба Естественно И Это опять же Подтверждается Тем Что мы Еще совсем Недавно Действовал План Помните По которому В России Должна остаться Труба И 25 миллионов Все Кто-то говорил 15 миллионов Там по-разному Мы сейчас Немножко Не туда лезем Кто-то говорил Там 50 Кто-то 15 И так далее Но Наши Вопросы Глобальности Масштаба Я говорю В золотом миллиарде Мы не наблюдаемся Да Мы здесь не наблюдаемся Здесь есть те Кто должны нас заменить Вопрос-то в другом Стоит Как быть С такими Фальсификаторами Что просто ждать И сидеть Когда нас заменят Понимаете Эти фальсификаторы Как с ними быть Эти фальсификаторы Себя не афишируют Те кто сделали Фальсификацию В предыдущих Беседах Когда я говорил Что в Ватикане В библиотеке Существуют артефакты Которые Вот я написал книжку Как говорится Про кукарекал Доказал Что это фальсифицированные Эти артефакты Люди могут Взять Посмотреть Сами Залез в интернет Увидеть эти артефакты С помощью этих метров Которые я предложил Сами могут увидеть Что это да Фальсификация Но видите Тишина Та сторона Никаким образом Не реагирует Это единственный Правильный момент Когда С их точки зрения Молчат и все А как их расшевелить Как Они не скажут Что я Кто-то там Конкретный представитель Допустим Может быть и найдется Я не знаю Новый Сноуден Какой-нибудь Который скажет Я В свое время Работал в Ватикане Сидел за компьютером И с помощью графического редактора Вот делал такие-то артефакты Гравюры и прочее Которые вот сейчас Находятся на сайте Если найдутся такие Только так И не подтвердят Ну получается Ну получается Необходимо нам Самим Чаще Эти фальсификации Разоблачать И предоставлять Но ведь Недостаточно Только разоблачить Необходимо Всегда Дать какую-то Альтернативу Видение Вот Например Очень часто Я наблюдаю Такие разговоры К примеру Христиан С нехристианами И Очень часто Когда Какой-нибудь Человек Который Начинает Интересоваться Своей древностью Своей верой Исконной Он Начинает Нападать На христианина Что ты вот такой Там Чайник Тупорыл И тебя там Ну какие слова Нехорошие Бросают в его сторону Тебя там Обманывают Ты вот это Нацепил Не понимая Что ты делаешь Не понимая Что ты носишь И так далее Твоя душа Там Будет мучиться Страдать Потому что И так далее Человек Который Не знает Ничего Он не интересовался Но вот он Живет в своем В этом мире Ему хорошо Вот он верит Что он доброе дело делает А на него вдруг нападают И он Всегда Встает в оппозицию В защиту Не потому что Он не хочет Истину понять А потому что Ему не дают Альтернативы Ему кажется Что его Уводят От божественного Ему кажется Что его Уводят от Бога И ведут Какое-то мракобесие Вот В этом проблема Всех людей Которые Ну большинства людей Всех наверное нельзя говорить Большинства людей Которые пытаются Что-либо донести Хорошим Добрым Своим людям То что они Начинают критиковать А взамен Ничего не дают И поэтому Когда мы просто Рассказали о том Что да Фальсификации много Но сразу Сразу те Которые Пыльным мешком Оставим 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 Такую точку Зрения Что понимаете Алексей прав Что Ведь очень много Авторов Которые накопали Разные грани Правды Да Но правда Она Истина Она Одна Истины не может быть Много Поэтому Алексей прав Когда люди Садятся И пытаются Обсуждать Проблему То надо Искать Эту истину А не Говорить Дурак Сам дурак То есть Надо Показывать Что вот Эта грань Чем Она Почему Это правдивая Грань Почему Вот эта Грань Того О чем Кстати Обсуждение Идет Почему Это ложь То есть Правильно Посыл Сказал Алексей Что Мы Должны Объединиться Объединиться Но На каком-то Одном Фундаменте А если Нет Единого Фундамента Как Объединяться На чем Вот Из-за того Что Люди А большинство Правильно Сказал Алексей Людей И не Пытается Искать Это Новое Объединяющее Начало То есть Людей Превращают В рабов В роботов Чтобы они Не думали Чтобы они Жили только Лишь Материальным Миром О каком Они О никаком Развитии Не думают А паразиты Они Специально Делают Чтобы человека Довести до скотского Состояния Превратить В скотину Чтобы человек Не думал Ну понятно В этом плане Банда Глобального Масштаба И вот эти все ГМО И проще Это все инструменты Этой банды Для того Чтобы Превратить людей В рабов Ну хорошо Значит мы выяснили Что эта банда Уже не какого-то Локального Уровня А она уже Глобального Уровня Но хотя Скорее всего Как я предполагаю Все-таки Есть какой-то Локальный Уровень Управление Этой бандой Ну не может же Главарь сидеть Сразу Везде Во всех местах Одновременно Седалища Не хватит Где-то Находится Шайка Лейка Которая Где-то Может быть Недоумками Управляет Где-то Может быть Генетически Специальными Существами Которые Не могут Жить хорошо Когда кому-то Другому Хорошо Без людей Хороших Не могут Они существовать И нету В мире Большей радости Для них Чем сделать Людям Гадости Дальше Следующий вопрос Владимир Азмытич Вообще-то Надо отдать должное У врагов Славянского мира Тоже есть открытие Изобретение И заслуги Это например Работорговля Гомосексуализм Педофилия Наркомания Демократия Напалм Тот же ГМО Свалка отходов В океане Короче Выдающиеся У них Изобретатели Ну вот Как-то так Ну Вопросы я не услышал Да С этим я С газотацией Я соглашусь Конечно Если это можно Назвать открытиями То это открытие И заслуги Ну помойное ведро Тоже надо открыть Чтобы туда что-то бросить Да И потом надо открыть Чтобы из нее что-то выбросить Вот открытие вот такого плана Открыли Чтобы сначала бросить А потом открыли Чтобы выбросить Уже на помойку На свалку Это да Это пожалуйста Это открытие Только не светлых сил Да Да Этого пожалуйста Навалом Вот куда ни плюн Сейчас Мне так нравится Вообще Когда мы платим Деньги Сначала Поставляем в Китай За копейки Что-либо Чтобы там Это все Переделали Потом Из переделанных Сделали Отраву Ядовитую Какую-нибудь Рассыпающуюся Дрянь Которая Сюда уже За больше Деньги К нам приходит Здесь потом Она Или через день Или через месяц В лучшем случае Через год Оказывается На свалке И свалка Таким образом Увеличивается Вопрос Мы за что Деньги-то платим За то Чтобы отравлять Свою природу Этим количеством Большим свалок Которые организуются Из китайской дряни Которые к нам Поставляют Вообще Вот те Существа Которые Наблюдать Должны За тем Чтобы в Россию Дрянь не ввозилась Они где находятся Они на кого служат Они на чьей стороне А те Так называемые Бизнесмены Они Где В какой стране Собираются жить Заваленные мусором Я вот не помню В Советском Союзе Чтобы были Например Свалки Такого плана Там Пяти-десятиэтажные дома Где-то все Воняло Где-то все Отравляло Окружающий мир Как-то вот Приходили все время Приходили Вот например За молоком За сметаной За кефиром Там да Ну кефир там уже Постали разливать Ну со своими Бетончиками Баночками Масло заворачивали В какую-то бумагу То что Потом Перерабатывалось С лафановыми И полиэтиленовыми пакетами Там было напряг Многие даже По первости Стирали эти пакетики И высушивали их Вот такие были моменты Интересные Чтобы потом В них что-то носить А тут сейчас Пожалуйста Выбрасываю Не хочу Сколько душе угодно Ну душе ли это угодно Другой вопрос Так что вот так Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Лен Григорьевич Здравия Какой Действительный возраст По вашему мнению Городу Иркутску Так как у нас Два дня назад Было официально 355 лет Городу А точнее Острогу А вместе С тем Много Обнаруженных Стоянок Людей Датированных Десятью Двенадцатью Тысячами лет До Официальной Наукой Приписанной Даты Естественно Не к предкам Русам Благодарю Дело в том Что Олег Из Иркутска Спрашивает Да Олег Знаете Я этот вопрос Не изучал Сколько города Иркутска Но Вот Что не 355 лет Это однозначно Во-первых Если вы посмотрите Ремезскую летопись Да То У Ремезова Иркутск Уже как город Показан Да А Ремезов Это Начал писать Эту летопись Значит Во времена Этого Бориса Годунова То есть 1600 1600 год Вот Значит 17 век Понимаете Вот уже Уже больше Там 400 Как бы А потом Острог Это Совсем иное А там города Показаны Это Второе А вот Вы правильно Пишите Что Обнаружены Стоянки Людей Которые Датироваться 10-12 Тысяч Лет Дело в том Что Обнаружены Стоянки Не только 10-12 Тысяч Лет И Датируется Посмотрите Внимательно Интернет Денисовская Пещера Там Найден Артефакт И которым 50 тысяч Лет И причем Если вы Поищите Браслет Так называемый Да 50 тысяч Лет И видео Есть И Значит И Информация Об этом Браслете И он Сделан С 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 Не знаем Как это Делать Понимаете Многие Вещи Вот Приводятся Факты 100 тысяч Лет Назад Да Я вот Про карту Говорил Да Есть Тесульская Находка Где Это же Все Одна и Та же Область Западная Сибирь Это Вот Где Располагалась Цивилизация После того Как 13 тысяч Лет назад Произошла Термоядерная Война Когда Антлань Воевала Атлантида С Метрополией С Ведической Империей Когда Применялось Ядерное Оружие И Как Написано Значит В славянно-реских Ведах Применялись Силы Стихий С Неумением Использоваться Жрецы Антлани Эти И в итоге Луна Вторая Луна Разрушилась Упала На Землю Потоп Второй Произошел И Земля На 23,5 Грауса Ось Земли Повернулась И Все Смыло Всю Инфраструктуру Огромные Волны Которые Прошли Материк Который Благоденствовал Антарктида Покрылся Льдом Километровым Кулеса Сместились И прочее Прочее Понимаете Уже Об этом Столько Написано И В интернете Столько Много Ученых Подтверждает Посмотрите РНТВ Они Сообщают Кучу Фактов Каждый Раз Сообщают Сообщают Другое Дело Приглашают Этих Экспертов Которые Дают Совершенно Противоречивые Так сказать Делать Совершенно Противоречивые Выводы По Одним И тем же Фактам Ну да Часто В некое Шоу Превращают Не для того Чтобы люди Разобрались А наоборот Чтобы хаос И путаница В головах Создалась Поэтому Узнать Какой город Иркутск Это вот Надо Местным Историкам Местным Археологам И другим Археологам Кто этим Делом Занимается Понимаете Я уже говорил В этой же Передаче Говорил что Очень много Вот Я подел Пример Новосибирский Там Когда говорил О Размыслах Да что В Новосибирском Музее там Вот такие вещи Написаны Это же Факты Понимаете И Этих фактов Накопали Многие Местные Исследователи Своей Истории Как говорится Но Находясь В рамках Той исторической Парадигмы Которая Сейчас Существует Эти Факты И ведут Никуда Логического Так сказать Логической Картины Выстроить По ним Нельзя Они Противоречат Существующей Истории Поэтому Надо Менять Эту Историческую Парадигму Новую Историческую Парадигму Дали Дал В своих Ниграх Николай Левашов Казалось бы Что Осталось Той же Современной Науки Ей нужно Просто Принять Эту Парадигму А Смена Парадигмы Периодически Происходит В науке Но Не хотят Понимаете Просто За это Им не платят Деньги Вот И не хотят Но давайте Мы сейчас Не будем Останавливаться Потому что Здесь понятно Те же Те же Научные Представители Науки Которые Должны В этом Случа Распрощаться С своими Научными Погонами Конечно Они защищают Диссертации Которые Работают И пишут Документы Что Иркутску 355 лет И подводят Какую-то Историческую Баспорт Вот они Естественно Не откажутся От этих Своих Естественно Они же Получили Различные Гранты Они защитили Диссертации Научные звания У них есть Это что же такое Получается Они всю жизнь Ерундой Какой-то там Занимались Это тяжело Признаться В том Что я был Неправ Или играл Как говорится Не по тем Правилам Которые Я сейчас Согласен Это очень Тяжелый вопрос Ну дальше Идем Время уходит Сергей Санлеонидов Задает вопрос В эфир Екатерина По-вашему Образовывала Московью И была Сама Высокообразована С ваших слов И обращалась С Вольтером И другими Европейскими Мужами Вопрос Номер один Откуда В Европе Из изгоев Появились Великие Мыслители С ваших слов То что Вольтера Называют Великим Человеком И высокообразованным Это не Мои Придумки Это так Считается В мировой Культуре Понимаете А Откуда В Европе Из изгоев Появились Великие Мыслители Ведь его Считает Великим Мыслителем Кто считает Современная Наука Культура Вообще Современная Наука Культура Считает Очень многое Великим Что например Я не считаю Великим Но я то Так сказать Пытаюсь Доказывать Что то Своё На основании И сравнивая С тем Что считает Традиционная Наука Если просто Говорить о том Что я вот считаю Это так И ничего не Аргументировать Ничего не Доказывать И говорить Что Вольтер Это дурак Извините за выражение И глупец И невысоко И невысокообразован Или еще Что-то такое Понимаете Это смешно Так невозможно Вообще Нигилистический Подход Он не Подходит Для Так сказать Просвещения И подумающих Нельзя Подобляться Нигилисту И говорить Что все А Понимаете Изгои Были разные По поводу Изгоев То есть Были Изгои Ведь Кто такие Изгои Во-первых Это были И конкретные Люди Которые Ну Личное Эго Не могли Жить на родовом Уровне Значит В обществе Да Они У них Амбиции Превышали Те Так сказать Скажем Возможности Которые у них Были И которые Оценили Другие Они считали Что это не так Но среди Изгоев Это были совершенно разные люди Были и Преступники Насильники Допустим Но были И несогласные Допустим Вполне Были Допустим Архитекторы Хорошие архитекторы Ну Которые считали Что Может Он Его Здесь Не ценят Или Актеры Или музыканты Или Там Изобретатель Оружия Люди Это разные И Люди С амбициями Встречаются Сейчас Поэтому Говорить Так Что Изгои Изгои Тоже были Разные Понимаете И Они же У них был Определенный уровень Развития Они приходили И они Пользовались Своим Уровнем Развития Понимаете Но Пользовались Специфически Создавали Раблодические Государства Но Здесь Еще Надо Отметить Что Изгои Это Понятные Изгои Но Ведь В тех Местах Сохранялись Еще И Люди Относившие Себя До Недавних Ребенкастовости Кварновости Определенные И Это Сохраняло Знания Это Сохраняло Генетику И Как раз Вот Если мы Посмотрим На профили И внешний вид Тех людей Которые Что-либо Очень Хорошее Сделали Не Присвоили Себе А сделали Что-то Хорошее На самом деле Придумали То В общем-то Вы увидите Кому По генетике Эти Люди Относились Поэтому Не все Там были Изгоями На мой взгляд И не все Так печально Как это Может Показаться Вопрос номер два От Сергея Сына Леонидова В народе Екатерину Называли Гулящей девкой Как такая Могла быть Способна На преобразование В таких масштабах Ну Понимаете Это Как раз Вот Связано С предыдущим Вопросом То что Ответил Алексей Что Нет же Людей Которые Так сказать Ну Абсолютно Плохие Или Идеально Хорошие Понимаете Есть У человека Есть Качества Вот Какие-то Качества У Екатерины Были Которые Соответствовали Это Кстати Общественно Общество Принимало А какие Нет Это же Не мои Выдумки Что Екатерина Значит Не была Государственница И прочее Это Мнение И Мнение Подкрепленное Я уже Приводил Пример Вот Даже То что Вот она Начала Реформировать Образование В Москве И Делать Создавать По поводу По Примеру Великой Тартарии Это уже Государственный Шаг Ее Как Управленца Как Уководителя Той империи Которая Досталась Поэтому Надо Как бы Подходить Не С точки зрения Черное Белое И все Понимаете Есть и другие Оттенки Их много Ну да Был у нее Грешок Водился Может быть Вполне Но это Человеческий Фактор А что там Дальше С точки зрения Государственности Это другой Разговор Державности Ну я бы Наверное Не так Смело Заявил По поводу Того Что она Полностью Скопировала Устои Тартарии Поскольку Все таки У нее Было много Наносного Из того Что она С собой Привнесла Дополнительно Но кое-что Она взяла Потому что Ну для этого В общем-то Как и Мы здесь Пришли к выводу Многие Иностранцы Сюда и лезли Чтобы взять Какие-то Устои новые То что у них Уже потеряно Какое-то Оборудование Какие-то Технологии Знания И деваться Это было некуда Для этого Здесь И вот этих Агентов Забрасывали Которых потом Называли Князнями Царями И многим Я не в смысле Князь Наша древняя Нет Я имею ввиду Те теории Которые сейчас Нормандские И прочие Которые нам Впаривают Потому что Нужно было Что-то новое Брать Там уже Изжили Там все Уже проели Там забомжевали Теперь надо Что-то хорошее Взять Вот поэтому И сюда Входили А если Уж сюда Вошел Ведь Многим Говорилось Есть такая Даже Не многим А есть такая Даже Заметочка Кто-то сказал Что все Иностранцы Которые приходят В Россию Они становятся Русскими В конечном итоге По душе Все вот эти Рода Какой бы там Не был враг Он потихоньку Становится русским То же самое С Китаем Происходит В Китай Кто-то попадает Он китайцем В конце концов Становится Вот эти вот Две противостоящие Друг другу Теоретические Практические Структуры Славянское Китайское Вроде бы Да Казалось Но они Переваривают Все народы Которые в них Попадают Переваривают Этих вот Засланцев И так далее И По-другому Быть не может Где сильный дух Где сильные Какие-то свои устои Там так или иначе Это происходит Поэтому Екатерина Когда сюда вошла Которую сюда Поставили Она так или иначе Вынуждена была Брать За основу Те порядки Те коны Которые у нас Здесь были В стране Ну и что там Произошло В конечном итоге Помним С этими С императорами Последними Смотришь Они там уже Совсем уже Как русские Становились И по Образу своему И по общению Своему И по всему остальному В общем-то Нужно было Просто их убирать Что в конечном итоге Произошло Потому что Уж слишком они Обрусели Поэтому и Убирали их всех Так что Екатерину Нельзя на мой взгляд Так однообразно Воспринимать Как правильно сказали Черное или белое Это очень интересный Такой Человек Который Сделал И кое-что Интересное Полезное В те времена Но и гадости Было много сделано Нельзя однообразно Либо хорошее Либо плохое Так что вот так Давайте дальше пойдем Сергей Сын Леонидов Вопрос в эфир Дополнение Бытует мнение Что вся европейская история Которая доступна Со всеми Со всеми эпохами Их эпохами Мыслителями Является Искусственно созданной Ваше мнение На этот счет Ну если коротко То да Соглашусь с вами На самом деле А если чуть-чуть расширено А если расширить То значит Понимаете Европейская история Стала создаваться Именно Когда начала разваливаться Великая Славяно-Арийская Ведическая империя То есть Ведь Я вот в предыдущих Выступлениях говорил Что Славяно-Арийская Ведическая империя Ранее занимала Территорию Евразии То есть Вся Европа И плюс Асия Азия Что называется Да Это была Ведическая империя И Вот Начали Развал начался То что называется В истории Значит Гибель Западной Римской империи 400-е годы Да 450 Какой там Шестой год С точки зрения Нашей эры С точки зрения Современной истории То есть Это якобы Гибель Римской империи То есть Это взяли Когда Переписывали Историю Период Когда В пятом Шестом веке Начали Первые Значит Области Этой империи От Почковаться От материнской От метрополии И назвали Надо же было скрыть Что эта империя была Ведь вся цель Состояла в том Чтобы Вообще Люди забыли Что была Ведическая империя Что там были Совершенно Иные Условия У людей Для развития Иные Цели Состояли И Этого добились Только в 1775 году Победив Ее Понимаете А в пятом веке Это вот с пятого века Когда Начали переписывать Создавать Эту историю Этот период Когда Русы Мировинги Это уже говорил На предыдущие Пришли в западную Европу И В книге Я кстати Об этом Написал Там Я ссылаюсь На Такого Писателя Как Лассан Историк Который пишет Что вот Я Цитат точно не помню А вот Близко к тексту Так что Вы забыли Значит Мировинга Винделика Который Пришел в Европу Мировее Мировее Винделика И Пришел в Европу Чтобы принести Не только Значит Грамотность Но и ввести Сам язык русский То есть Пришли к изгоям Которые уже Смешались С С теми Племенами Которые Значит Черные Расы Которые Жили по берегам Значит Средиземноморья Начался Менять язык Стали забывать Свой язык А ведь раньше Был Единый русский язык На территории Империи И они Это все Стали забывать А пришли Мировинги И стали Восстанавливать Это дело И когда Они стали Восстанавливать То есть Были Наместниками И отсюда Пошло Слово Русский То есть Все Завоевывали Этих Значит Те провинции Мало Значит Информации По этому поводу Там есть Интересные Факты Там тоже Все Фальсифицировано Понимаете Их Чтобы скрыть Что это Были Значит Русы Которые Пришли Из Ведической Империи Которые Были Высокого Орня Развития И Значит Чтобы это Скрыть Их Начали Убивать Потом Назвали Все эти Время Когда они Правили Этими Областями Темными Веками Хотя Они наоборот В свет Несли И это Был прогресс По всей Европе Понимаете Вот так Фальсификат И проводили Хорошо Я благодарю Еще вопросы Просто есть А времени Уже совсем мало Осталось Павел Режанин Вопрос в эфир Уважаемый Сведущий Наши жрецы Говорят Что это русские Это русские Поскольку Я поссорился Навсегда С ранее Любимым Мной Человеком Именно Из-за Этой истории Ибо Темные твари Во французских Университетах Вдалбливают Наглую ложь И сплошную ложь К тому же Я сам жил Учился в Англии И знаю Что там ложь На лжи Везде Так вот Можете Очень Прошу сказать Мне Именно для доказательной базы Что есть явные Именно доказательства Явные доказательства Того Что этрусские Это славяне Русские Я знаю Что они Белая раса Значит русские Но очень Интересно Об этом узнать Ну Данных Очень много Это раз Я уже говорил Что почитайте Фадея Воланского Раз Почитайте Этих Современных Историков Которые Расшифровывают Русские Этрусские Расшифровали Того же Гриневича Почитайте Других авторов И Примеров там Очень много И Если вы будете Читать этих авторов И Зная Так сказать Что Вот Ваша правота Которую О которой вы сейчас Написали в вопросе Она подтвердится И вы сможете Доказать это Да Надо еще Поднять Наверное Воспоминания И писания Самих Римлян Об этрусских И Понять Когда Итрусские Стали Уходить С Арены Кто Был Учителями Римлян По каким Образцам Строились Города Римские И Кто Строил Эти города Это Римляне Они Об этом Почитать И Тогда Все Станет На Свои Места Не Просто Так Чтобы Кому Что-то С пеной Рта Доказывать Извините Я бы Конечно Мог Сейчас Долго На эту Тем Очень Много Даже Мало того Визуальных Фактов Когда вы Посмотрите Живопись Роспись На этих На каких На сосудах Или скульптуры Вы увидите Что даже По лицам Это Славяне Русские По одежде Хорошо Так И еще Следующий вопрос В эфир от Сергея Из Альпийских гор Тобольск Стоит На месте В падении Реки Тобол В Иртыш А случайно Не в честь Реки Тобол Город Называется Тобольском Я выдвинул Свою версию А Вы знаете Когда Тобол Назвали Тоболом И кто назвал Тоболом Иртыш Описано Что это Иритишайший И из этих Двух слов Произошел Иртыш Я выдвинул Свою версию Что Тобол И сказал Что вот На месте Города Сибирь Который На картах Был поздно Написан На этом же Месте Был Город Грустина Слово Грустина А что Грусть Грустина Потом Появляется Слово Тоболь Тоболь Это моя версия Это боль Вот Я же не говорю Что это истина В последней станции Это мое Предположение Возвращаясь К этрускому Есть такое выражение Этруском То есть Этрусское Не читается Эта фраза Была придумана После Клавдия При котором Были созданы Насколько помню 12 что ли Томов По этруском Где полностью Все описывалось И жизнь И уклад И общество Как оно существовало А потом А потом Вдруг Эти Вот Все Тома Они После Клавдия Куда-то исчезли Кто-то говорит Что их сожгли Кто-то там Еще что-то придумывает Ну Во всяком случае Да Можно Внимательно Посмотреть На алфавит Который Появился После Этрусков Латинский Латинянский Этот алфавит Можно понять Насколько он Был Живой Этот язык Есть версия о том Что это вообще Был искусственно Созданный Алфавит И язык Для того Чтобы Священники Могли между собой Общаться При священных Различных заведениях Были еще и Научные заведения Куда они Собирали всех Ученых И кто был Не согласен Тех Значит Эквизицию На костер А кто был Согласен Под них подстраиваться Тех Использовать Для того Чтобы переписывались Истории И прочее Вот это был Так называемый Секретный язык Который Специально Создавался И потом Навязывался Через Опять же Тех же Священников Навязывался Другим народом Вот как у нас Говорят Кирилл и Мефодий Принесли Создали Алфавит Для русичей Для славян Но они же Создали Не для русичей Ни русский Ни славянский языки Они создали Церковно Славянский язык Для того Чтобы в церкви На нем могли говорить И этот язык Был так или иначе Похож на тот язык Ту письменность Которые существовали До этого Вот это надо Говорить то что есть Аналогичные Кириллы В кавычках И Мефодии Ходили по другим Странам И вместе С подкупленными Царьками Князьями Королями Они вот Вершили свое дело Создавали Свои Письменности Создавали Свои якобы Языки И вот таким образом Появлялись На основе Мертвого Латинского языка Также Мертворожденные Искусственно Созданные Искаженные Языки Которые сейчас Принято называть Европейскими Языками Это французский Немецкий Итальянский Испанский Английский И так далее Если вы посмотрите Как они Все друг от друга Отличаются И в письменности И всем остальном Вы поймете Что это такое Это вот Взят Мертворожденный Алфавит В него Засунули Как эти штанишки Очень жесткие Засунули Живые языки И появилось Вот это вот Безобразие Которое сейчас Называется Европейскими языками Аналогично То же самое Хотели сделать С русским языком Но несколько Не получилось До конца В те времена И потом добивали его Долгое-долгое На протяжении Долгих лет Вот сейчас Мы имеем то Что имеем Но не до конца Сломленный Но уже Частично Безобразный Безобразный Ну ладно Идем дальше Ну я буквально Два слова Еще добавлю То, что Алексей Сказал Совершенно верно Почитайте Знаете Даже элементарную Википедию Как создавался Латинский язык Там Такой маразм Там пишут Прямо Они откровенно пишут Что вот приходил Такой-то правитель Вводил Три буквы После Своего правления Опять Какие-нибудь Буквы Изымал Потом приходил Другой правитель Он наоборот Убирал Те буквы Понимаете Им надо было Фальсифицировать документы Им надо было Что такое придумать А для этого Нужно было Создать вот такой язык Вот То, что Алексей сейчас Подробно рассказал Да И здесь Чать идет Надо читать Изучать Идет переписка Упоминаются многие люди Вот Валерий Чудинов Кстати Тоже Он Написал несколько книг И там есть Вернем И Трусков В Руси Насколько я помню Как так приблизительно Называется книга Так что Интересуйтесь Просто вот Поднимите вопрос Кто такие Были и Труски Вам придет Столько уже информации Ну Фильтруйте Фильтруйте Потому что Иногда Вбросы идут Хорошо Дальше Дальше Следующий вопрос Ну Вернее Не вопрос Хотя нет Вопросы Миколаевич Вопрос в эфир А Гумилевского Книга Как называется Балаховин Все буквы Правильные Балаховитин Я понял Вопрос понял Значит Лев Гумилевский Русские инженеры Лев Гумилевский Русские инженеры А вот Рассказы о русском перенстве Это другая книга Авторы Болховитинов Буянов Захарченко Остроумов Болховитинов Буянов Захарченко Остроумов Рассказы о русском перенстве Это я сейчас Вот читаю У меня есть Электронная копия Этих книг Вот я вам читаю Прям Что там написано Хорошо Ну что ж Давайте тогда Наверное Уже завершать Сегодняшний наш Эфир В заключении От себя Что-то доброе Вечное Красивое Так что душа Развернулась Ну и может быть Еще на будущее Будем же Все-таки Наверное Делать Четвертую часть Метода фальсификации На какую тему Еще можем поговорить Значит Добром И вечном Как сказал Алексей Значит Я бы хотел пожелать Всем радиослушателям Вот Подходить К тем Вопросам Которые вас Интересуют Ну Очень Знаете как Я вот так Это говорю Обычно С научной точки зрения А что такое С научной точки зрения Это Должны быть Факты То есть Есть версия Должны быть факты Потому что Критерии науки Это практика Практика подтверждает Все Поэтому Если есть факты Потому что Есть много Других версий Понимаете По разным вопросам Но Надо понимать Такую вещь Что Вот существует Я Не оправдываю себя Или еще что такое Пытаюсь Что такое сказать В свой адрес Я имею ввиду Что Вот Для понимания Как Как Смотреть Исторические Вот эти все Фальсификаты Все остальные Вещи То есть Вот Надо Подходить С точки зрения Вы Рассматриваете Проблему Как можно Многограннее Чем больше С разных сторон Вы рассмотрите Проблему Тем вы Получите Большую грань Ведь Многие авторы Подходят так Вот он увидел Одну какую-то грань Она на самом деле Истинная Но он Сразу же Понимаете Это все равно Что вот Человек Одну Какой-то Пазл Увидел Да И Кто-то Пять пазлов Увидел А реальная Картина из ста А вот он Пять увидел И начинает Из пяти Пазлов Уже А вот Теория Такая Так вот Когда вы Разберетесь Что Значит История Фальсифицирована Значит Увидите Методы Фальсификации С моей точки Зрения Это поможет Вам Правильно Видеть То что Говорят Другие Понимаете И Кроме того Я вот Так сказать Скажу по себе Ведь Ну вот Накопал Что-то Нашел Да Разобрался С фальсификацией И Все равно Надо Найти Такой Фундамент Такие факты Которые подтверждали Я нашел Этот фундамент Этот фундамент В книгах Русского ученого Николая Левашова Этот фундамент В его трудах Как по Истории Как по Значит Картине Мироздания Как в трудах О человеке Я это Заявляю Не просто Потому что Я фанат Левашова Или еще Что-то такое Понимаете Я изучил Эти книги А что такое Изучить Изучить Это когда Пытаешься Понять Что там Написано Ага Видишь Резонанс В каких-то вопросах Если не видишь Резонанс В каких-то вопросах Значит Надо Смотреть Ага А чего я еще Не знаю Этот процесс Достаточно Тяжелый Понимаете Но этот процесс Полезный Для вашего Развития И только Вот Таким путем Анализируя И сравнивая С этим фундаментом Я увидел Что Да Вот здесь я прав Да Вот здесь это подтверждает А у него так У других авторов так У этого автора так И это все Эти авторы Все в кучку Как бы бьют Одной стрелой Ага И здесь я нахожу Вот такой Как бы контроль С разных сторон С многих граней Да Он позволяет Уже по крайней мере Убедиться в том Что ты не Увидев Три Пять пазлов Из ста А Пытаешься Выстраивать что-то А Это позволяет тебе Уже смотреть На Вещи Совершенно по-другому И Чем больше Многограней Человек рассматривает Вопрос Со всех граней Тем ближе Он к истине Понимаете А истина одна Угу Хорошо Так Ну и на какую тему Еще поговорим Какие ли Я Могу предложить Еще Темы Конечно Значит Фактов Много Значит Вот визуальный ряд Очень большой И И видео И Значит И Изображений Там просто Понимаете Вот мне прислали Вчера Одну гравюру Там написано Так Не помню Как это называется Точно Ну Типа так Петр Великий Петр Первый Великий Государь И Кто прислал Я по скайпу Значит Ну скайп позволяет Показать Экран Да Свой И значит Разобрали В течение Там 20 минут Эту гравюру И я показал Сколько там Фальсифицировано Гравюра А человек Который прислал Сказал Что вот по моему мнению Она фальсифицирована Предложил Своё видение Вот вместе Разобрали Он согласился Да Что там Куча всего И вот если вы Прочтёте Книгу Я же не навязываю Чтоб читали вы Или нет Ну С моей точки зрения Я показал Методы Как Можно увидеть С помощью Обыкновенных Программ Графических Об этом Я написал В книжке Хорошо Хорошо Ну что ж Если бы у нас Ещё визуальная Возможность Была показывать Ну вот сейчас Мы попытались Как бы первый Шаг сделали Да Что Возможность Показывать Изображение Есть И при желании Кто находится В чате Он может посмотреть Да Давайте Этой возможности Тоже Пользуйся Да Если вы Немножко пораньше У меня были сброшены Эти файлы То я подготовил бы Как-то Где бы они находились Не за пять минут До начала эфира Ну что ж Благодарю За столь интересный Познавательный эфир Надеюсь На четвёртую часть Из серии Методы фальсификации Культуры и искусства Предлагаю Нашим радиослушателям Также Поучаствовать В вопросах Которые связаны С этой темой Заранее можете Присылать А мы после эфира Договоримся Уже когда у нас Будет следующая Дата С выходом Эфира По методам Фальсификации Культуры и искусства Часть четвёртая Благодарю Алексея И благодарю всех Радиослушателей За то что Вы Так сказать Послушали Кто Дотерпел до конца Отдельная благодарность Ну поскольку у нас есть записи эфиров Я думаю что здесь даже те кто не дотерпел Они ничего не упустили Они смогут Ну конечно кроме картинок Которые в чате появлялись Они смогут прослушать эфир И сделать себе некоторые пометочки К тому же у нас есть нарезки Для эфира Которые звучат в сетке вещания И появляются постоянно Из наших эфиров Сейчас нарезок очень много появилось Поэтому даже думаю что увеличить их появление Чуть ли не каждый час Есть такая уже возможность По три по пять минут Вот так что Так что вот Как-то так Участвуйте в создании радио Участвуйте своими вопросами Предлагайте темы Предлагайте соведущих Гостей эфира Присылайте ссылки на музыкальные базы Ссылки на аудио Какую-то информацию Которая будет интересна и полезна В общем Радио народное Поскольку вы представители народа То в этом случае Давайте пожалуйста Соответствуйте Участвуйте Развивайтесь Потому что когда вы что-то делаете Вы развиваетесь И отвечая Некоторым нашим радиослушателям Которые часто в чате Видят какие-то Такие между собой Когда кто-то кому-то что-то пишет Пытается что-то там доказать В очередной раз призываю Уровень переписки Говорит о вашем уровне сознания И о вашем духовном Или душевном развитии Если вы отвергаете Какую-либо часть бытия То в этом случае Вы отвергаете Часть самого себя Вы переходите На дуальное представление Об этом мире Божественное Оно всегда Выходит за рамки дуального Божественное Это цельность Невозможно в плоскости Ее представить И тем более Невозможно представить Линию Линии Нарисованную в плоскости Вот здесь хорошо Вот здесь плохо Вот здесь тепло Вот здесь холодно Вот здесь светло Вот здесь темно И поэтому Если в этом мире Есть что-то черное Что вам не нравится То оно для чего-то есть Если есть светлое И кому-то это не нравится Оно тоже для чего-то Здесь есть Вопрос К чему вы стремитесь К черному Или светлому К добру или к злу Как вы себя проявляете в этом мире Добрым, слюнтяем Никчемным Или все-таки вы добрый Но при этом вы сильный Ведущий, знающий И учитывать надо То, что в каждом человеке Есть и божественное Есть и демоническое Демоническое, оно связано с физическим началом Но уберите физическое начало И все, человек сразу рассыпается То же самое, уберите божественное Душевное, духовное И то, что выше них находится Своё высшее Я И тоже это будет человекообразное существо Но это не будет человеком Другое дело, что вы можете Демоническое направить Для созидания, для того, чтобы Этот мотор, в котором колокочет что-либо В котором огонь, есть пламя, энергия И он может что-то созидать Вы можете использовать на созидание Или он будет вами управлять Вы будете перегорать вместе с ним Ваше высшее начало будет уничтожаться Вот в чём вопрос А у нас тут начинается Вот этот сказал вот это Вот этот сказал вот это И начинается отторжение Да не надо никого отторгать Надо просто быть тем, кем вы должны быть Нужно использовать В хорошем смысле этого слова Для пользы Для своего развития Всё, что есть Тот инструментарий, который есть А не отвергать что-либо И тогда польза будет И для вашей семьи И для вашего рода И для вашей общины И для вашей державы А по-другому быть никак не может Ну что ж Напоминаю, что сегодня У нас была передача Посвящённая теме Методы фальсификации Культуры и искусства Часть третья Главный соведущий У нас был Фиденко Леонид Григорьевич Очень хорошо всё рассказал Благодарю Помогали нам наши радиослушатели Из чата Задавали очень интересные вопросы Реплики интересные Попадались местами По которым, в общем-то, эфир наш и строился За что тоже низкий поклон Всем нашим слушателям Кто участвовал в эфире Напоминаю, по одному из современных календарей 6 июня 2016 года Понедельник, по одному из старинных 16-й день месяца ветров 7524-го лета Четверик Я прощаюсь с вами Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио И в эфире для вас Сегодня старался Фиденко Леонид Григорьевич И Алексей Аркадьков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok